Здравствуйте, дорогие товарищи слушатели! Здравствуй прогрессивное человечество и все сочувствующие! На уютной кухне я, не буду представляться, и товарищ Громова. Всем привет! И мы собрались, ну как в рамках политпросвета, да? Ну да, куда мы денемся уже? Да. Начальство нам рассказало, как нам понимать текущую обстановку. Мы скажем, как и сами понимаем. Новости всякие хорошие сегодня разберем, свеженькие. Ну да, подумаем, да, что происходит вообще, куды мы катимся. Мы сегодня решили сузить поток новостей, потому что их безмерное количество. Да. Сузить буквально до одной персоны. Да, очень хорошие персоны. У нас гражданин Пригожин. Да. А, что ты, сударь, ты наш барин, сударь, барин дорогой, да? Ах, какой хороший человек. Очень интересно можно про него прочитать, например, да даже на той же самой Википедии. Ну, мы не будем это все транслировать. Я скажу, как я его путь вижу, что вот его нету-нету, и вдруг бах, вот он есть. Уже тендеры всякие вкусные на поставку еды заключает. А потом бах, у него своя армия. А у нас такое как бы не приветствуется, и такое считается, что у тебя ОПГ. Ну, вроде они где-то там защищают наши интересы на дальних рубежах. А сам он говорил, что ЧВК Вагнер был создан в 2014 году как раз для защиты жителей Донбасса. Ага, ага. Ну, вот я говорю, защитили-то на пятерочку. Ну, да. И еще защитят. Лучше некуда. И продолжают защищать, да, до победного конца. Так что, и внезапно, значит, стало его вдруг столько с началом войны. Я уж чувствую, что приватизировать нашу армию будет именно он. Да. Опыт имеется. Судя по тому, как прям все изображается. Как там все время, что вот, они так воюют, так воюют. Типа все остальные фигней страдают. А они прям так, такое там напобеждали. Где, чего, не очень сильно понятно. То есть, все, что там, блин, по конкретным этим боевым действиям, все там какие-то они села там штурмуют. А как же призыв академика? Можно ли их сравнивать по эффективности? Видимо, это примерно одно и то же. Как я понимаю. Как я понимаю, видимо, это вот, да. И тем более, что в инфополе они так равноценны. Все, что академик, ой-ой-ой, какой классный. И вот этот вот господин. Мы же про него раньше не говорили. Даже у нас нет никакого для него даже названия такого устоявшегося. Сейчас придумаем по дороге. Нет, придется придумывать, потому что нам о нем еще говорить и говорить. Столько его стало. И вдруг, я говорю, прям волной поперло. То все рассказывали, как они воюют, какие они классные. И фильмы еще снимали. С очень интересными подтекстами. Очень интересными слоганами. У нас контракт с Родиной, контракт с совестью. Да. Я бы захотел пошутить, и то бы так не придумал. Как они сами. И вдруг, значит, начинаются новости уже про этого господина замечательного. Уже не касаемо того, как он классно воюет. А уже сначала вот это вот ведюха из тюрьмы. Где он в колонии там строгого режима агитирует зэков. Пугая их расстрелом. Да. Говорит, будете хорошо воевать. Амнистия вам. А будете плохо воевать. Мол, расстрел. Ну, кстати, как с теми... Видя же именем кого, непонятно. Вот, да, видимо, говорю, именем моего толстого кошелька. Да. А потом уже и дальше больше. Дальше больше. Дальше уже какие-то, значит, эти центры, блин, большие в крупных городах. Дальше он уже каких-то айтишников комплектует, что-то там у него будет по оборонке. Почему-то этим не молодых айтишников, талантливых, почему-то не Министерство обороны комплектует. И оборонка именно это заморачивает. А почему-то какой-то вот богатый частник. А у господина Пригожина, потому что есть опыт в этой области, на самом деле. У него же фабрика троллей известных Пригожинских, которые влияли-то на выборы в США. А, да, да, да. Там целое информационное агентство существует. Да, да, да. Ну, то есть, короче, он на слуху не только у нас, но и за рубежом. Да. То есть, явно для чего-то вот господина готовят. Чего будет с Лешей, мне интересно, блин, который томится там в колонии. Про него что-то все забыли. Нет, он высказывается регулярно. Нет, ну высказывается-то высказывается на такого, чтобы что-то Макрон сказал про него. Что-то я уже не припомню давно. Ну, ничего, скоро выйдет. Опять на слуху окажется. Да, да, не сомневаюсь. О, будет весело. Ой, блин. Ну, вот будут бороться. Походу, будет две стороны. Честные битвы. Вот этот замечательный, блин, этот главный кухмейстер на королевство. И Леша, блин, о, выбирай. Да, да, вот будут шахматы. Ну, это ладно, это в светлом будущем будет, а мы давай к нашему настоящему. И к недавнему прошлому, да. Настроиться на нужный лад нам поможет Дмитрий Медведев. Потому что недавно он написал, как он любит в своем привычном стиле. Теперь привычном. Да, да. Раньше у него другой был стиль. Ну, открылся писательский талант в нем определенный, публицистический. Да, такой, он явно этого Эренбурга, по-моему, читает. Да, на томик нашел. Пытается такую же ненависть изобразить. Как будто это для него реально победа, как для Эренбурга. Вопрос жизни и смерти. Да, ну ладно. Ну, и вот чтобы поднять градус патриотизма. Чем мы занимаемся тут неустанно на нашей уютной патриотичной кухне. Вы же помните, у нас патриотический клуб распространения начальственной мудрости. Так. Да, что пишет Дмитрий Медведев. В рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года. Хочу напомнить их. Отличные результаты. Далее попробуем. Мужские прибыли сейчас. Нет, тут, кстати, не будет об этом. Пункт первый. Самое интересное. Тут не сказали. Рекордные прибыли наших этих спекулянтов нефтью и газом. Вот хорошие новости. Вот они победы. Вот на фронтах, на тех, где циферки на счетах растут. Но они же не у всех растут, поэтому об этом Медведев скромно умолчит. Действительно, очень деликатные вожди. Ну, зачем, действительно, у меня перед носом трясти этой пачкой денег, которые мне давать не собираются. Зачем расстраиваться лишний раз? Логично. Логично. А Дмитрий Медведев напоминает, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится. Окей. Не, мы поняли, поняли. Я так и говорю везде. А то тут многие патриоты приуныли. Я говорю, ничего, ничего. Там еще декоммунизировать и декоммунизировать. Столько еще дорог не разбито. Столько еще подстанций не взорвали. Столько еще всяких ТЭЦ, блин, еще до сих пор. Так что будут, будут непременно. Кто там боится, что уже все? Матч закончен? Нет, нет. Он еще будет продолжаться. Даже я больше скажу, граждане, еще непонятно даже, кто победит. Что там эти сценаристы написали? Там у них явно сейчас что-нибудь. И вдруг я как будто из последних сил. Так что, смотрите, людишков-то там еще на Украине много. А буржуям они вообще не нужны. Так что пока полностью пустыню не сделают, все будут спасать. То есть до последнего русского и украинца. Да, до последнего. А потом на очереди еще как бы не восточная Европа. Как бы не те самые поляки, которые сейчас там ринулись. Бизнеса, блин, быстренько что-нибудь купить. Денежку на войне, блин, срубить. Не, ну, трудно их обменять. Как бы капитализм кругом, да? Ты не подсуетишься, кто за тебя подсуетится, блин. Еще много сюрпризов будет. Дмитрий Медведев еще напоминает. Так, ну, помимо того, что, значит, мы вернули территории. И еще продолжим. Да, продолжим. Опять же, вот Херсон-то сам сдали, а угодья-то плодородные. Блин, а всякие там сокровища земных недр. Все у нас осталось. О-о-о, мы хитрые. Вот отдали Херсон, а поля себе. Зерно дорогое. Ну, да. В свете того, что постоянно скандалы, что голод, тудым-сюдым. Это вот специально раздувает, чтобы хлебушек дороже, дороже, блин. Сейчас, я говорю, как у Стерлигова будет. Обычные, булочные. По 600 рублей хлеб, или сколько там у него? Да, я не знаю, я не бывал, я знал, что... Я знаю, что возмутительно дорого, короче. Да, вот так будет везде. А у Стерлигова в это время он как машина у тебя, видимо, уже будет стоить. Или как новый нол. Можно кредит брать на хлеб у Стерлигова. Вот, можно еще кредитную линию открыть на продукты питания. Да, ну, ладно, это... Да, это, опять же, в скором будущем, да. Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или Темным Киевом. Темным Киевом. Да, при том он все это пишет с маленькой буквы. Блэк Киев. Штаты, Британия, Киев, все с маленькой буквы. Чтобы подчеркнуть, чтобы особо выразить, блин, прям уж полную неприязнь. У него там линий нет? Нет, а в Телеграме нельзя так делать. А, понял. Надо попросить Джурова, да, чтобы... Нормально, нормально. Так, значит, Темный Киев с маленькой буквы. Да, и этот новый равноправный миропорядок будет выстроен. Напоминает нам Дмитрий Медведев. Я не сомневаюсь, что вы все свои задачи, господа буржуи, выполните. Не надо мне каждый раз об этом говорить. Я и так в вас не сомневаюсь. Напомнить еще хочет он, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной. Мы в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы. Да, да. Как великое отечественное... Ой, нет. Подождите, нет. Неуместное. У нас, да, да. Подожди, тогда нет. Так не было. А когда мы там в одиночку мощного врага... А, Наполеон... А, нет, подожди. Наполеон это тоже добивали все коалиции. Да. Я не знаю. Минин и Пожарский, что ли? Ну, ладно, аналогии начальству виднее, видимо. Начальству виднее. Правильный ответ. Вот так. Раз сказал вождь, значит, так и есть. А еще Дмитрий Медведев напоминает, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранить жизни наших военнослужащих и мирного населения. Оно и видно. Оно и видно. Особенно вот по подстанциям долбануть. Да. Чтобы в городах-миллионниках там свет и тепло отрубить. Да. Вот это особенно мирное население сберегло, я считаю. Вот этот шаг. По всей стране это вообще устроить. Да. Вы понимаете вообще, граждане, для чего это делается? Минутка серьезности. Вы понимаете, кто будет эти подстанции восстанавливать? Явно немощная российская промышленность. Вы понимаете, что этими вот движениями тем вернее загоняют окончательно в рабство страну? Ну, это спецоперация, да, в духе 90-х. Коммерсанта два бандита кошмарят между собой. Типа, они воюют, блин, а достается ему. Понял? Наши враги не считают жизней солдат и гражданских. Отличие от нас. Да, и в этом наша огромная нравственная разница с ними. Ну, огромный запас нравственной правоты у нас. Да. Вот действительно. Потому-то вы, господа начальнички, так все демократическими такими методами все свои идейки продвигаете. Вы уверены, что вы в любых дебатах отстоите свою точку зрения, поэтому вы дебатов и не проводите никаких. Ну, зачем? И так ясно все, что убедительней вас никто не может быть. Как вы нам дороги. Продолжаем. Последнее, что хочет напомнить Дмитрий Медведев. Жалко. Что Россия по... Медведевские чтения надо устраивать. Он такой классный. Да, и еще его лицо вспоминать при этом, когда Сегуин такой пумс. И вот эти вот... Но он теперь злой пумс. Мы боевую работу. Какое хорошо, блин, убийство людей обозвали, да? Да, работа. Ну, типа, как на работу ходишь. Ну, да. Типа, как дворник подметает. Да, там какая-то боевая работа. Там это защищает. Шахтер копает, да, космонавт летает. А эти он защищает без устали. Да, сказал бы я. Ну, ладно. Ну, Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных полках. Я же говорю, вот еще недобомбленные остались эти объекты инфраструктуры. Действительно. Только на пользу это местному населению пойдет. Вот особенно это мило в свете новостей, что по телевизору я слышу, нам надо понять, что больше хапнуть вряд ли получится. Что надо будет с Украиной договариваться. То есть мы там все разбомбим и войну закончим. А они уже 10 бюджетов там должны. И, короче, и в оконцовке будет там все, что там построено, там построено ЕСом. А все деньги, которые там ходят, они американские. Вот такая будет канитель. И все. Из этого рабства уже только, блин, мы понимаем, да? Только через революцию. И это уже будет пипец как тяжко. Это уже, блин. Ну, я говорю, постарались. Постарались, хорошо. Прям зашибись. То есть если теперь даже какие-то силы были на Украине реально национально ориентированные, они которые думают, куда ловчее там на Запад или на Восток продать, то теперь у них почва из-под ног ушла абсолютно. То есть все, они теперь, фактически, они жить могут только милостью от Европы и Америки. Что белые господа там кинут, блин, корочку, вот тем сыты будем, и еще ручку поцелуем, спасибо скажем. Вот. Кстати, если они в оконцовке победят, это будет очень показательно. Можно будет всем этим, которые булкой хрустеть, любят французское, всем показывать, вот примерно вот это было бы, если бы Россия довоевала благополучно до 18-го, да, война закончилась, ура, победа, но вы нам должны 10 бюджетов ваших. Как будем решать вопрос? К вопросу о переговорах с Украиной, если я ничего не путаю, это был момент, когда Зеленский высказывал такую точку зрения, ну, свою, да, что переговоры с Россией возможны только в случае появления нового президента. О, ну, это значит, никогда. Нет, а может же такое случиться, что, чтобы этот процесс-то остановить каким-то образом и на более удобные позиции для себя, там, бывшую, каким-то образом сделают перестановочку. Я же говорю, это кино снимают, а все время, я и сам все время срываюсь, и начинают обсуждать, как будто это реальный матч идет. Частный. Так, хоть ухрен его знают, как есть в сценарии написано, что поменяют. Ну, вообще, я говорю, у нас же сколько лет подряд основной тезис, что вот есть Владимир Владимирович, есть Россия, а нет, значит, нет России. Как-то я не знаю. Слишком много людей придется потревожить в этом случае. Блин, а люди-то такие, они очень солидные и не любят, когда их тревожат. Так что зачем бы им такой головняк себе? Не знаю, посмотрим. Посмотрим, как оно пойдет. Я говорю, я уже предсказывать что-либо не берусь. Я только вижу, что вот эта херня надолго. Вот, а что уж там, как оно будет разворачиваться. Ну, же жахнут что-нибудь там под Новый год в российских городах. Типа с Новым годом там поздравят. Типа того. И под этим соусом опять мобилизация. Типа что-нибудь в этом духе. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим, да. Начальство у нас, я говорю, я опять же еще в чем уверен, что начальство нас удивит. Это же каждый раз они с абсолютно неожиданной стороны удивляют. Ты уже привык как бы к одной колее, а тут бах, и вообще что-то новое. Так что посмотрим. Может, там уже действительно. Ладно, ладно, что гадаем. Да, мы не бабушка Ванга. Завершим пока Медведевскую речь. Да, вместе с ним. Возвращаясь к средствам поражения, которые Россия еще не использовала. Это не только из присущей нам человеческой доброты. Так уж добрей тебя, начальник. Кто, где найти? А вскочи весь белый свет, никого добрее не надо. Всему свое время, подытоживает Дмитрий Анатольевич. И последнее, но не по значению. Только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране победу. Ну, как вот, как надрывая жилы, как наш вот вождь, пиши, блин, эти постики, как ты ненавидишь Запад. Пока, знаешь, пока кровью, блин, не заляпаешь все клавиши, блин, да, от стертых пальцев у тебя там пузыри там повскакивают, полопаются. А ты пиши дальше, информационную войну веди. Ну, а что, информационная война сегодня... Очень важная, я и говорю, я лишний раз отдать должное. Какой начальник отличный. Вот он сам надрывает себя, не жалеет, и нам уже намекает, что ну вы-то тоже, давайте, тоже себя не жалеете. Труд, вот, может, даже без зарплаты, такое возможно. Труд же, он, как известно, освобождает. Да, да, точно, иногда. Ну, и вот на этой волне мы плавно переходим к деятельности господина Пригожина за последние месяцы, наверное, даже. Ну, да, за пару месяцев накопилось, да, новостей, что мы их отдельно отобрали в кучку. Вот РИА Новости интересуются у Пригожина. Будет ли он линию Вагнера возводить на ЛНР и ДНР? Ага. Это оборонительные сооружения, которые у нас, значит, в нескольких регионах уже Россиюшки возводят не Министерство обороны, а вот частники, очень богатые. И как они сами, вот, как их пиар-служба пишет, у них все очень хорошо получается. Интересно, как так вышло? То есть, они как это, на подряде каком-то у Министерства обороны получаются? Я не знаю, видимо, там уже как подряды, какие подряды. Тендер от Министерства обороны, может быть, они выиграли в какой-то. Я не знаю, может, это как вот в той колонии. Пришел и сказал, я, короче, тут копаю атаковы. Гаишники смотрят офигевшие, а с ним батальон, понял, автоматчиков. Ну, да. Ну, они как бы... Ну, ладно, копай, хорошо. Они такие, не, ну, а что, они же никому не мешают. Там один хрен, окоп уж копают, если бы они дома поджигали, например. Но другое дело, да. Ну, вот что отвечает, соответственно, Пригожин. Да, на вопрос, будет ли он еще копать в ЛНР и ЛНР. Да, да, про линию Вагнера. То же самое, ой, линия Вагнера. Я помню, как вот в Хохляндии это началось, и они там линию обороны, давай городить, да, стену на границе с Россией. Сколько денег было попилено подлыми хохлами, да. Ну, наши не такие наши возведут сейчас линию Зигфрида. Ладно, хорошо, хорошо, Атлантический вал. Вот как говорит Пригожин. На сегодняшний день линия Вагнера активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности ЧВК Вагнер, это все находится. Кроме того, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя. Во, во, даже упомянул. Да, если кто не знал, да. Хорошо, они еще все герои России, к тому же. Естественно. Да. Ну, а бы кто не будет, как бы, в общем, как. В каком полку он некогда служил, в каких боях отмечен был, как воин, за что свой крест мальтийский получил, и где своих медалей удостоен, неведомо. Да, ну ладно, классика, классика. Вагнер сразу тут же и там стоит. Не, ну, наверное, там, где песочек где-нибудь. Ну, да, я говорю, там же хорошую жизнь построили. В каких местах за последнее время? Прямо. То там смотришь, то сям. Прямо строят хорошую жизнь людям. Видимо, заслужил. И вот этот представитель Вагнера занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Ага, то есть это, видимо, тоже военкомат приходит, короче, так теперь мы тут собираем ополчение. Хорошо, хорошо, граждане, то есть ряды этой частной армии ширятся, вся боль, теперь у них еще ополчение, не сомневаюсь, что достойнейшие люди все будут отобраны. Они же специально отбирают, да, кто к ним придет. Вот они отберут, каких надо, мне сдается. Это будут настоящие. Ну, я говорю, из более широких все равно же никого попало. Опять же, с отбором. И отбор будет в сторону самых лучших, самых достойнейших людей. Все-таки люди опытные, да, занимаются. Так, несколько предприятий производят там необходимые в Белгородской области элементы для фортификационных сооружений. А инструкторы ЧВК «Вагнер» обучают граждан, которые будут защищать границы области. Граждане будут защищать. Не то, чтобы у нас ФСБ было с подгранцами, да. Но граждане защитят, опять же, под руководством таких замечательных командиров. Как мне защитить? Странно, что оборонительную даже линию строят. Сразу к наступлению готовятся с такими начальничками. Где «Вагнер», там же победа, правильно? Ну, вот он заканчивает свою речь такой фразой. Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне. И окажут, и окажут граждане. И вы ни за что не угадаете, какая область следующая, где еще понадобятся эти замечательные частники. А может быть, если раньше у нас граждане Российской Федерации писали письмо Владимиру Владимировичу Путину, теперь они будут сразу писать Пригожину? Может быть. Если касаемо фортификации, то туда. Если касаемо, где в школу булочек завести, то тоже туда. Если касаемо, где кому-то голову надо отрезать. Это уже академик. Не, зачем, почему? Это им всем, у них же специальные ребята. Это я не в плохом смысле, граждане. Это в смысле уничтожить, если врага требуется, например. То тоже к ним. Зачем я так сказал? Сам не знаю, как это сорвалось. Ты бес попутал. Кого-то бес попутал. Ну, шайтан всегда рядом, праведника только ищет, как сбить пути. Попутался гражданин начальник, не обессутие. Честным словом, ничего такого. А ну, стоявшись, наемные головорезы. Вы же больше по кувалдам, да, я помню. Да, обсудим еще кувалды. Да, хорошо. Да, это под конец. Конец свеженького. Ну, ладно. Но, по всей видимости, можно предположить, что и сама фигура Пригожина, и ЧВК Вагнер как-то пользуются определенным уважением среди населения. Еще, блин, если тебе с каждого утюга рассказывают, что какие они вояки, там, блин, дышать нечем. Вот они молодцы приехали, построили. Помнишь, как Владимир Владимирович, это по первой-то, как все начали? Ах, 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 как он идет! Ах, какая походка! Ах, 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 я тут в обморок падаю. Каждый раз, типа того. Ну, вот. А я помню впечатление. Я тогда телевизор еще смотрел, руководствовался информацией из него по жизни. Ну, видите, подумайте, меня просто привело на кичку. Офигеть, Лен. Да, ну, ладно. Продолжим. Продолжим, да. Что еще? Какие еще хорошие новости? Еще журналисты другие уже разговаривают с Пригожиным. Опять же. Да. Снова. Чуть попозже. Был такой вопрос для него. Кто сегодня опаснее? Зеленский или Невзоров? О! Вопрос. Проакционный такой вопрос. Интересно. А как они вообще придумали сравнить, интересно, Зеленского и Невзорова? Да, что-то как-то... Как-то я даже не знаю аналогии даже. Почему именно Невзоров? Ну, ладно, хорошо. Но Невзоров там сидит и ясно-ясно. Я Невзорова не шибко люблю, но приравнять... Вроде они Зеленского к Гитлеру уже приравняли. То есть теперь Невзорова к Зеленскому. Невзоров тоже Гитлер. Какой кошмар. И что, вопрос? Не хуже ли он того Гитлера-то старого, который Зеленский был? Да, ну ладно, ну это интересно. И что же? Смотри, на все гораст. Он вообще эксперт по многим вопросам. Вот смотрите, вот начальство какое мудрое. Мы от одного вопроса тут с товарищем Громовым попутались вообще. И только недоуменно тут что-то сидим и даже не знаем, как к нему приступить-то. А он, не задумываясь, отвечает, что товарищ Громов. Да, значит, по поводу Зеленского высказывается Пригожин. Говорит, что хоть и является президентом страны Зеленский, враждебный в настоящий момент Российской Федерации. В настоящий момент? Да. То есть это, а как же вековечные ценности, ради которых эта вековечная война идет? Ну, сейчас, ну мы же знаем, что сейчас... Мы-то знаем. Нам-то уже объяснило начальство тоже вышестоящее, что сейчас у нас граждане Украины, они заколдованы. И вот их надо от украинства исцелить. Да. Вот. Другим колдунством, видимо. Какой-то ритуал очищающий провести. А для этого собрать три кристалла... Кроме шуток, я буквально по дороге сюда прочитала такую заметку, посвященную увлечению, прям поваленному увлечению, типа ведунством среди, допустим, украинских девушек. И даже Арестович, небезызвестный, он по молодости увлекался экзорцизмом. Об этом в интервью недавно рассказала его жена. Вот. Для того, чтобы как-то это, видимо, еще понять рейтинг своего мужа. То есть, это еще, как бы, он и сам такие слухи распространяет. Да, да. Чтобы как бы всем еще больше понравится. Ну, правильно, если все к шаманам ходят. Я тоже с духами общаюсь. В ад три раза спускался. Ну, ладно, хорошо. Да, как там... Нет, ну, жизнь непонятная, товарищ Громов, вот все не знают, какому богу молиться. Ну, да, гадалко уходит. Этому молиться вроде не сильно помогает. Ну, к другому попробуем, там, третьему. В случае с гадалками это еще очень удобно. Потому что там, если, например, ты вдруг вместо Христа Аллаху решишь помолиться, тут целый ряд процедур там предстоит, блин. А тут просто сходил и сходил. Если не сильно помогло, можно покаяться потом даже. Так вот, что еще говорит Пригожин про президента Украины? Так, он является президентом, да, враждебной нам страны. Да, но... Но все же он твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. Ну, я небольшой ценитель мужской красоты, так что... Ну, может, по-человечески симпатичный парень. Не могу адекватно. Не знаю. Прямо, опять же, да, Великая Отечественная война, да, вспоминается. Такой Василевский, да, в интервью к «Красной звезде». А вообще Гитлер, он хоть и враг, но... Уверенный в себе. Я хочу сказать, что он уверенный в себе, да, у него есть принципы, и он им следует. Да, это хорошо. Не может не вызывать симпатии, да. Да, действительно, действительно. Мне еще больше захотелось торжества антифашизма нашего. Может, это такое рыцарство в своем роде, то есть уважение к противнику. Ну, да, я понял, это они, короче, показывают в кино даже. Типа Т-34, да. Благородство, прям чистой воды. Ну, благородные доны, блин, вот и движения у них у всех благородные. Правда, вот, скажу я, вряд ли это ответственной любезности дождутся они, да. Что-то сомневаюсь я, что Зеленский, да, тоже ответный реверанс сделает. А вообще вот Пригожин, он нормальный парень. Подожди, а может, и сделает такое, хрен его знает, что ждать. Может, какие-то намеки как раз посылаются. Что, если что, я могу и у вас поваром побыть, да. Что, если что, блин, бери выше. Это далекое прошлое. Не, на него все еще работает эта фирма. А, да? Ну, хорошо. То есть, вот смотри, и Швец, и Жнец. Да. И на Дуде еще играет. Много бизнесов сразу. И интервью, и бизнеса, все, везде успевает. Олигарх. Качается. Да, по-любому. Я видел, он зэком этим безногим выдавал бумажки про амнистию. Такой сидел в футболочке, я прям не ожидал. В пиджачке. Вот тут прям бах, такой, как повар на зоне. Вот такой там повара, блин, они там, значит, у них в коптерке там это гиря, там эти брусья, понимал. И они, значит, это жрут и качаются, жрут. И вот тоже. Вот и лица, кстати, похожие. У некоторых были. Ну, ладно. Это да, это... Так вот, дихотомия Зеленский-Невзоров, да? Да, действительно. Я уже забыл, о чем он очки. Я тоже, на самом деле. Сколько мыслей именно сразу тут. Вот он говорит про Невзорова. Короче, Зеленский симпатичный, а Невзоров, видимо, нет. Ну, не скажи. Тоже? Цитата. Он красиво говорит, у него хорошие обороты речи, хотя в последнее время все это немножко попахивает некрофилией. И, честно говоря, он обаятельный, но болтун. А-а-а. И что ты на ответ не ответил? На вопрос не ответил. Владимир Владимирович, не зря рядом вот с великими. С кем поведешься, от того и наберешься. Так что, Зеленский лучше, получается, что ли? Вообще, я пытаюсь вспомнить, что он про Зеленского сказал. Получается, что Зеленский лучше. За исключением того, у него один недостаток, что он, блин, президент страны, с которой у нас вековечная война за вековечные ценности. Ну, у Невзорова тоже один недостаток, он болту. Попахивающий некрофилией. Ну, попахивающий, это как бы... То есть, под вопросом никаких утверждений тут не содержится. Правильно? Мало ли, кто чем пахнет. Может, он по моргу ходил. А может, он на патологонатому учится или типа того. Ну, вот. Не знаю. Ну, ладно, чем пахнут ремесла. Стивул и Жаня Радаре. Ладно, на этой позитивной ноте давай к другой новости. Да, как она сюда попала, блин, эта новость? Что ты не понял? Ты прислал. Не, я говорю, а как она сюда попала? Я же мне отбрасываю такие. Зачем она вообще? Что это такое? Чуть за вопрос, чуть за ответ. Ну, ладно, это... Ну, теперь мы знаем, как Пригожин относится к разным людям. Хорошо, да. И что он? Тот обаятельный, тот симпатичный. То есть, понимает. В этом деле. Ну, да. Ну, вот, хорошо. Он еще деликатный человек, значит. Вот, боится кого-то, может быть, обидеть лишний раз. И что? Очень все. Что тоже очень хорошо. Что тоже очень хорошо. Ну, все прям качества для нашего нового лидера. Если бы наш текущий лидер не был таким суперским и замечательным, то я бы прям вот не побоюсь этого слова сказал. Пусть и этот симпатичный гражданин, он как хорошо на пресс-конференции сможет отвечать. Уже показал. Надо... Продолжим. Продолжим. Это я мечтаю о сильных лидерах для Россиюшки. Минутка мечтаний закончена. Что там в реальности? Вот мы сейчас должны аккуратно затронуть новость, связанную с городом Херсон. Ну, что же делать? Об отводе войск. Ну, почему аккуратненько? Потому что там как бы такая ситуация с статьями. А, да-да-да, я этот прикол видел уже, да. Что как ни скажи, те статья. А я знаю, как правильно сказать, начальству виднее. А если ты в компании религиозных людей, вот как мы тут на уютной кухне, можно сказать, на все воля Божья. Бог дал, Бог взял. Вот, поучитесь, как правильно говорите. Никто вам не будет затыкать рот. Граждане, ну что вы. Хорошо, что наше мудрое начальство уже приравняло немножко эти фразы, потому что у нас же теперь принято новый уклад, где описан примат духовного над материальным. То есть, теперь у нас... В обязательном порядке. Да. Про волю Божью ответ универсальный. На все случаи жизни. Материальные все эти благополучия – это зло. Поэтому начальство приберет все их себе. Да. И нас от этого зла избавит. А у нас останется только пост, молитва и смирение. А смирением и молитвой душа очищается. И все хорошо, и все в рай попадем, как Владимир Владимирович обещал. Он сдержит обещание в очередной раз свое. Вот как господин Пригожин комментирует отвод войск с правого берега Днепра. Так. Вот он и это комментирует. Решение, принятое Суровикиным, непростое. Но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. В нем слабо были нервы, но был он джентильмен. Да. Когда он нас в азарте статысячный рай, надвинул бы нам партию, он начал отступать. Ну да, я помню. Суровикин сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений. А что-то я... Вот это я сейчас немножко не въехал. А как это еще по-другому устроено? Вместе с чем-то где-то начальником поставлен, да, ты за свое направление отвечаешь. Ну, вообще-то да, это прямые обязанности. Нет, это не должно от тебя требовать каких-то необычайных душевных качеств. Это просто прилагается к твоему креслу начальника. Нет? Ну, это я по-обывательски рассуждаю. Я же не знаю, как там все устроено. Интересно, интересно. Хорошо, ну как мужчина взял на себя ответственность? А что? За что? За отвод войск? Если он что-то хорошее делал, зачем вообще? Что значит ответственность взял? Ничего не понял. Он мог бы как-то не так это сделать. Не туда отвезти войска. Или не отводить их, например. А, это было бы плохо тоже. Он мог принять какое-то другое решение. Ну, короче, Пригожину нравится. Да. Это решение, все хорошо. Так же... Мужское решение, настоящее. Ему вообще нравится все мужское. Все обаятельное, симпатичное. Все настоящее, да. Все вот... Чтоб честно все было, он любит, да. Чтоб брали на себя ответственность люди. Хорошо. Так, поехали дальше. Так же он добавляет, что операция, по выводу войска, всегда крайне сложна. Повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции. Да, да. Окей. Военная мудрость. Дальше. Можно пятимся назад. Мужественно. Еще он говорит, что вывод войск с минимальными потерями – это величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину. А, это было до того, как все завершилось. Оно не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца. А, хорошо. Мне тоже кажется, что... Мне даже шире кажется, что все происходящее, он не столько о русском оружии говорит и вообще о России, сколько о личных качествах конкретных ребят, которые все это устроили и которые это проводят. Вот прям я мыслю в унисон. С этим замечательным барином. Еще бизнесмен добавляет, что когда Суровикин был назначен на эту должность, он прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре. И прекрасно знает. Не слышал что-то от него такого. Ну, так он же не будет трепаться просто. Без дела. Он же не болтун, как Невзоров, в конце концов. Но там были специальные мероприятия, на которых надо приходить и говорить, как оно есть. Ну, так это же военная тайна получается. Я понял, понял. Я думал, там специально как-то фильтруется. Ну, я ничего не знаю. Короче, ладно, я не сведущ, ни в чем. Давай дальше. В общем, прекрасно он все понимал. Хорошо. И, соответственно, прекрасно он знает, какие шаги будут в будущем. Подожди. Получается, они когда референдум проводили, они прекрасно понимали, что на днях все сдадут. Когда вешали вот эти плакаты «Россия здесь навсегда». Они все понимали. Они понимали, что мы вот уйдем, а этот плакат будет висеть, пока украинский танк к нему не подъедет и не сделает клевую фотку для какого-нибудь «Таймса». Да, на передовицу. Ну, если они все понимали, я говорю, все в другом свете совершенно нам представляется. Хорошо. Для нас, кстати, нет. Между прочим, мы примерно так все и представляли. Что все они понимали и специально делали так, как делали. Это им нужно для, как они сами говорят, выполнения наших задач. То есть, их задача. Ну, вот, по мнению Пригожина, такое решение не должно вызывать у людей панику. Вот как он это комментирует. Ни я, ни ЧВК Вагнер Херсон не оставляли. Безусловно, это непобедный шаг в этой войне. А жалко, а странно. А почему у нас самые лучшие части, в самой ключевой точке мы не задействованы? Не знаю, ладно. Ну, так они же там. Ну, так они же там. Ну, так Наполеон, да, тоже гвардию до последнего старого. Ополчение они собирают. Да, берег. Да. Это мудрость народная. И кто у нас еще соберет ополчение? Да. Государство, что ли, блин, родное? Мы видели уже, ага, как они собирали. Да, купи, блин, винтовку за свой счет и приходи, блин. А не принес штраф. Так вот, это непобедный шаг в этой войне, но важно не организировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. И после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем проблема. Я не буду биться в паранойе, я обещаю. Я тоже не планировала. И организировать тоже я не хотел. Я знаю, кто организирует. Я знаю, он Жириновский недавно. Нет, там Дугин немножко подсагонизировал чуть-чуть. Да, ужас какой. Ну, у него там вышел тоже пост интересный на тему Херсона, русских людей и прочего. Ага, ну, Дугинские чтения отдельно у нас будут. Это сразу и Дугин, и Пригожин. Это пока не анонс. Да, это анонс, это на будущее. Да, давайте к настоящему. Наш сударь-барин дорогой, что он дальше? Что дальше с ним случилось? Так, еще он считает, что Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения. Да, да, да. Я сегодня в патриотическом блоге читал, что эту методичку перехватили какую-то Газдеповскую или какой-то другой такой же вредной конторы, что там вот, если кто пишет, мол, в интернетах, что, а, спасите, помогите, нас тут бросили, без оружия, никуда не вывели, вот, то это сразу, знаете, это пишет американский шпион с целью посеять тут панику. И что пишет конкретно? Что, а, нас тут бросили, там, мы под Херсоном, да, понял? Да. Товарищ Громова тут закопалась в телефоне, она не дослышала. Вот, вот если кто такой пишет, это, короче, шпион сразу. Да. И еще одну методичку, тоже такую же, наверное, это спускали. Там вообще все гадости, которые можно написать, вообще, в принципе, они все перечислены в этой методичке. Если ты, например, пишешь, что это за политика такая, проводим референдум, а потом сдаем Минобласть, то сразу вот в этой методичке так сказано было. Какая хорошая методичка там вообще. Отличная, отличная. Я говорю, там вообще просто все. И касаемо того, как воюем, и какое снабжение, и почему референдум. Короче, все, 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 все. Про это говорить нельзя. Так только вот американские шпионы говорят. Поэтому, если собираетесь об этом где-то говорить, товарищи, не забывайте добавить, что, как говорят американские шпионы. Да, точно. Там, походу, сейчас в Херсоне сплошные американские шпионы, потому что они там криками ура встречали в СССР. Это я говорю, это мы наблюдали, это и Алоизыча тоже, блин, каждый раз в каждом селе, начиная там, блин, с Болгарии, выбегала откуда-то делегация с вышиванками, и плакалось им, как их тут местные угнетали, и как, типа, мы рады, что вы наконец-то пришли. Они там вставили какое-нибудь зубоврачебное кресло, как-нибудь пломбом, блин, там вкручивают под запись. Так что, да, это все отработано. У Америки мы все шпионы, короче, все чьи-то шпионы. Уже невозможно... Как в случае с этим, с Херсоном, это в интернете прикол как бы такой, что, да, и так скажут, что хорошо статья, скажут, что плохо статья. Но это, граждане, приколы приколами, пока реальные статьи-то не начнут прикручивать. Вы, я говорю, читаете больше сейчас «Бравого солдат» «Швейка», очень актуальная книжка. Вот там как раз в самом начале вот про такие вещи, блин, да. Говорят, нам говорят, говорит, прекратите, говорит, вечеринку. Говорят, страна в трауре. А я, говорит, возьми и скажу, подождите, дай доиграть гей-славяне. Да. Ну, ладно, продолжим, да, вернемся к нашим дорогим барам. Что еще успел сделать и сказать граждане, Ильин Пригожин. Да, за это время короткое. Да, он успел вступить в открытую конфронтацию с, не знаю, видимо, со всем городом Санкт-Петербург. Да? Ну, да, и... Я как слышал только с Губером, подлым. Ну, да. Подлым Губером тамошним, что он огорчил нашего барина, не дал ему что-то там булочку привезти, по-моему, школьникам. Да, ну, жесткое противодействие работе ЧВК «Вагнер-центра». Ага. Даже так. Жесткое противодействие. Это какой-то Губер, какой-то вонючий, смеет противодействовать работе патриотичного центра. Что с такими делать, мне кажется, особенно в военное время, да, мы же знаем, у нас Великое Отечественное идет, ну, поглядем в Великую Отечественную, да? Да. Ну, там клуб под красным флагом, там какое-то мероприятие проводит, а ты приходишь и говоришь, нет, не надо нам тут такого. Что тебе бы сделали? Вопрос риторический, да? Я почему сказала про противодействие целого города, потому что Пригожин пишет следующее. Да, город начал жесткое противодействие работе ЧВК «Вагнер-центр». То есть целый год. Разбираемся сейчас, почему. Но, вероятнее всего, нужно рассказать анекдот. Ага. Далее анекдот. О, хорошо, люблю анекдоты, особенно, когда начальство рассказывает. Сели звери в карты играть. Так, такого не слышал. Медведь, лиса, заяц и волк. Ага. Медведь и говорит, кто будет... Это моросишка, наверное. Кто будет мухлевать, получит по морде. По наглой рыжей морде. А, блин, я это слышал еще в детском саду. И вот, фу, ты, я думаю, новый анекдот расскажешь. Да, ладно, хорошо. Подожди, это Чубайс имелся в виду или что? То есть Чубайс уже получил все, что... Так еще получит он. У них же руки длинные, у этого «Вагнера», как мы узнаем из сегодняшних, да, последних новостей. Так что... Ну, то есть это такой намек, что, как бы, пока непонятно, но мы всех найдем, получается. Хорошо, а я, опять же, вот в этом я не сомневаюсь. Что начальство наше всех своих врагов отловит и отлупит молотками, это однозначно. Рано или поздно это случится. И никто не уйдет обиженным. Ну, вот он уверен, кроме того, Пригожин, что в Петербурге существуют агенты и шпионы. Злокозненные антанты. По его словам, в российском бизнесе и политической элите до сих пор осталось огромное количество недобитых агентов Ходорковского. Добьем, добьем всех. Иностранных спецслужб и либералов. Это цитата. Ходорковского. Еще цитата. Кроме них существует. Сволочный. Как он исправлялся в исправительной колонии, если нифига не исправился за 10 лет? Надо было 20. Он как на свободу с чистой совестью. А он только вышел, и сразу рецидив. И такое у нас, кстати, часто. У нас по статистике печально часто рецидив происходит. Так и у этого. Он же вышел, ему сразу там, помню, журналистка одна фамилию, к сожалению, забыла, айфон-то показала. И он прослезился. Ну да, он же все это, он пропустил вот этот вот бунт технологий. Я говорю, прослезился. Да. И вот, видимо, с тех пор, как ему показали смартфон, он, значит... По гриппнозам. Да. И все занимается деятельностью разрушительной. В том числе в интернете. Перепрошили его опять. Да. Мы тюрьмой, а не айфоном. Эх. Это у них быстрее получается. Ну что, нам 10 лет, значит, они за 5 минут. Куда мы с такими пасконными методами прикатимся? Ну ладно, продолжим, продолжим. Вот как говорит Пригожин еще по поводу агентов. Кроме них существуют явные агенты Запада. Люди, которых надо судить за измену Родине. И мы их можем легко узнать по наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами. Сей намек начальственный для меня непонятен. Это, видать, между начальством какая-то фишка. Кто там сбрил усы? Ну да, как мы там говорим, идалищи. И сразу понятно, что вот премьер, например. Ну, промеж себя я имею в виду. Чтобы каждый раз полным титулом не титуловать. Ну да. Ну, так и у них, что оп, который усы сбрил. Ну, что-то в клане Сопрано так было. Наш друг, который недавно усы сбрил. Кто-то тот и передать просил. Да. Я думаю, товарищи слушатели в комментариях напишут, кто там. Да, кто там рыжий, товарищи. Я заинтригован. И у кого морда на ногу. Я заинтригован. Вообще у них у всех, с моей точки зрения. Ну, у начальства, наверное, другой ранжир. Так что, товарищи, да, просветите нас, пожалуйста. А мы продолжаем. Так вот, возвращаясь к губернатору Санкт-Петербурга. Злокозненному. Который не дает Вагнер-центру работать. Видишь, что такое Вагнер-центр? Ой, там... Просветим давайте. А то, может, вы не знаете, что у нас есть Вагнер-центр. Которому не дают работать. Плохие начальники, шпионы Ходорковского. Которых всех найдут и отлупят, как тот медведь-лесу. Да. Но он ее не лупил по анекдоту, во всяком случае. Ну, анекдот просто на этом и оборвался. Не знаю, нам ухлевал или нет. Ну, вот ЧВК Вагнер-центр приглашает амбициозные, яркие проекты к сотрудничеству. ЧВК Вагнер-центр... Реклама, реклама, минутка. Если господин Пригожин захочет как бы заслать на карточку, то реквизиты в этом самом есть у нас. Там рубрика о канале, там есть реклама. Вот, амбициозные все, ау! Вам нашли мы, блин, работу, если вы сами еще не отрыли. Некоторые товарищи предлагали нам интеграцию. Ну, спрашивали, а что вы интеграцию не вставите? Там какие-нибудь курсы айтичные. Вот, мы вставляем, короче. Мы не можем, например, вот этот барыжный ход, что вот мы тебе денег там, вот, а ты нам за это... Мы так вот по-простецки, мы хороших людей взяли, прорекламировали, а уж если захотят денежку кинуть, может, в совести еще людской-то я не изверился. Думаю, вот, хорошие люди услышат. Ну, к ним придут, просто скажут, вот, записываться, да, скажут, вот, мы вот канал смотрели одного широко известного в узких кругах публициста. Ну, как там начальницу им сказать, киньте там на карточку, да. Сколько денег у них много, наверное, всяких. Может, они еще у этих американских агентов эти доллары кровавые отобрали и тоже не знают, куда деть. Вот, тоже могут чемоданчик прислать. Мы распорядимся. Ну, ладно, это минутка мечтаний, а сейчас непосредственно реклама. Что же такое? Православные граждане, амбициозные вы наши, вот, есть для вас применение. ЧВК Вагнер Центр – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией ЧВК Вагнер Центра является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. Вот если пан Пригожин вот сам сколько идей сгенерировал, а прикинь, собрать еще изобретателей там в кучу, и сколько он там еще придумает всякого. Я не знаю, что только в Сколково был, не занять. Я нажала на... Раз этот хозяин позорно сбежал, как крыса, с нашего корабля. Да, точно. Ниша же пустует. Зайти, как в ту колонию, искать здесь тетрисцентр патриотизма. Переименовываем его в честь этого. Как бы, кто у них там любимый герой. Не знаю. Ладно, хорошо, поехали дальше. Что там еще? Амбициозные проекты? Да, да, да. Вот я ткнула на анкету резидента. Так. Тут, значит, направление. Есть IT, инженерные разработки, СМИ, блогеры, начальная военная подготовка и другое. Вот, вот начальная военная подготовка. У меня на IT. И все это в руках такого замечательного человека. Как же это хорошо, так, граждане. А помните, как в гнусной Хохляндии, да, миллиардеры начали себе всякие батальоны, да, сколачивать? А потом это во франшизы превращать. Да, как этот Азовник ночью будет помянут. Фу-фу-фу на него ритуально. Да, тоже обзавелся. Там и центр у них появился. И чуть ли не каких-то тоже там изобретателей давай. В кучу собирать. Да, короче, все будет хорошо, граждане. Все будет хорошо. Все, все амбициозные, вот, анкету заполняйте. Да, надо указать там только, какая помощь нужна и на какой стадии разработки ваш продукт. Ссылочку, наверное, не будем прикреплять. Просто загуглите. Вот, товарищ Громов, да, вы узнали теперь, что есть такой ЧВК-Вагнер-центр, блин. Все, гуглим его и бах. Или в Яндексе православном, да, его вбиваем. Яндекс. Бах, бах, блин. И туда, и туда, и вперед. Подземный-наземный паркинг на 219 местах. Вот, потому что понимают, что изобретатели ломанутся толпой. Там еще вся улица будет заставлена. Да. Хорошо. Ну, это вот... Большому кораблю большое плавание. Видите? А корабль-то все больше. Значит, и плавание соответственно. Ладно, продолжим, товарищ Громов. Помимо прекрасных центров, удобных для амбициозных изобретателей. Кто-то ставит палки в колеса, значит, господину Пригожину. Нехорошо. Какие-то предприниматели в Петербурге, которые оказывают... Мне кажется, что если предприниматель, то буржуй. Ну, да. Если кому-то буржуи мешают, то мы должны ему помочь. Правильно? Как всегда. Логично. Так вот, что с этими предпринимателями не так, по мнению Пригожина. Они оказывают... Помимо того, что они агенты Ходорковского. Они оказывают украинским националистам финансовую поддержку. О! А где-то он узнал об этом. У нас один деятель несколько сотен миллиардов перевел как-то этим натовским фашистам за долги какие-то столетней давности. Так что... Барин наш, видишь, очень смелый. Какие намеки делает. Уже даже и в высших сферах никто не застрахован. Что он туда зайдет, скажет именем моего толстого кошелька. Теперь и ты тоже. Так вот, при этом вступил в контры с Александром Бегловым, губернатором Петербурга. Наш барин, да. Умеется в виду. Да. Барясь за этот самый, свой полезный центр. За полезный центр против предпринимателей, поддерживающих украинских нацистов. Да. Хотя я не понял, почему они поддерживают украинских националистов и до сих пор на свободе. Как-то я что-то не понял, куда смотрят наши компетентные органы. Опять, видимо, куда-то не туда. Потому что я такой ролик видел, что вот там кто-то там что-то написала, какая-то девочка там что-то. Ну, что-то про российскую армию неодобрительный. Прямо МВД ролик, как они там эту девочку на улице хапают. Все такие прям здоровенные, все в лесном камуфляже. А случай, если им посреди города в бой придется вступить и слиться надо будет с травой и листьями. Ну, вот, прям девочка наверняка была перепугана. Молодцы. Вот тут мы ссылочку даже подвесим, чтобы вы тоже посмотрели дальше. Ссылочка в описании. Посмотрите, как замечательно наши работают. Там они говорят, мы работаем по любителям Украины или как-то там так было написано. Хорошо. Продолжим. Так вот, спрашивает Пригожин у Александра Беглова. Вы за кого, Александр Дмитриевич? А, нет, это заочно. Это пресс-служба приводит его. Открытое письмо. Это значит, как бы, да? Ну, да. Получается. Он просто декларирует, что об этом, о финансировании получается, хорошо известно Беглову, губернатору Беглову, который, как мы знаем, прекрасно знаком с этими людьми и лоббирует их интересы. О, как он лоббирует не те интересы, губернатор. Вот тут его наш барин-то поправит сейчас. Он-то больше понимает в патриотизме, да, чем губернатор. Да. Да. А коммунисты должны выбрать сторону. Мне кажется, должны поддержать либо того, либо того. Это мудрено, но вы справитесь, да, товарищи. Не впервой. Так, ну, вот к вопросу о том, как же раскрывать всяких агентов. Есть методы. Саратовский Тубанар, он нам показал метод. Тут, знаете ли, даже блатные плакали. А то уж блатные из блатных. А тут предприниматель, ты им только расскажи, что ты с ним такое сделаешь, и он уже, блин, скажу себе, я тебе все отдам сейчас. Не надо даже приступать. Да. Ну так, ну так. Да. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, не так давно, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органов власти в сфере мобилизации в РФ. Да, вот зачем, потому что, блин, знать, что у нас там, идет и идет мобилизация, что тебе надо знать, кроме того, что она успешно там началась, успешно продолжается и успешно завершилась. А это тебе в новостях расскажут. Зачем? Документы опубликовали. Соблазн вводить только, блин, людишек черных. Да, вообще не надо морочиться. Не надо ничего им рассказывать, да. Они должны знать, что Бог все управит. И все. Что еще надо простому человеку? Документы исключают из сферы действия закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации. Эти изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике, методах деятельности спецслужб, в которой, цитата, всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе, разведывательной деятельности. Хорошо. Зачем нам знать, да, какими там методами работает казанский там полицейский участок, да? Ну да. Зачем нам про саратовский Тубанар знать, зачем там в Нижнем Новгороде нам знать, что там? А, ну, нам ничего не надо знать, нам надо знать, что у нас президент Путин. Все, по-моему, зачем больше информации, непонятно. Да. Так что у нас будет знать только один господин Пригожин вообще, что происходит, откуда ноги растут, так сказать, кто во всем виноват, кто шпион, кто не шпион, и как это вычислили. Потому что он мудрый, да, потому что он мудрый, он мудрый и богатый. Да, сейчас себе... Его богатство – доказательство его мудрости. Понимаешь, вот. Посадят штат айтишников целый в этот Пригожин центр. Да, и сразу чего-нибудь там они найдят. Обязательно. Хорошего. Вот, кстати, тоже из области айти. Робо-собаку до ума, может, доведут. Да. Наконец. Может, колесики к ногам приделают. Да, да, и крылышки, чтобы она взлетать могла. Пропеллер, как у дрона. Чтобы она лапы раскидывала и полетела. Вот Пригожину господину еще не дает покоя YouTube. Тот самый. Да, да. Пока мы засекречиваем, значит, эти самые. То есть, видите, у нас одновременно прям идет одно с другим. Они, с одной стороны, все больше себя засекречивают. И при этом еще все меньше источников, где ты вообще можешь информацию получить. То есть, прям по двум направлениям работают. То есть, тут у нас, в отличие от дел на фронте, тут у нас непрерывное наступление. Да, глубокие прорывы. Да, эти охваты. Котлы. Клещи и прочие там принадлежности. Да. Кто противник только, да? А кто себя неуютно чувствует, сейчас тот и противник. Да. Как Пригожин высказывается по поводу YouTube? Да, по поводу YouTube. Это мое любимое. Да. YouTube не закрыли по той же причине, по которой дети, больше части элиты, не пошли на войну. Угу. От них столько долг там было. Я говорю, все так. Ты же доказываешь, дети, элита на войну. Какая от этих мажоров там польза-то? Там это, если бы там надо было на Феррари гонять, по встречке. Там основное было занятие. А теперь на танке можно. А не может быть, да. На танке, там надо, потому что, никуда тебя твоя дура мне там зовет. А длина в конкретные места. Ну, ладно. Такая вот аналогия. Ну, ладно, пошли. Ну, самые лучшие элиты же все пошли на фронт же. Все же, да. И воевали там, как простые солдаты. В окопе, да. Тоже в кредит была куплена форма. Ну, там родители упакованы. Там немножко меньше, конечно, для семейного бюджета была дыра в результате. Ну, это неважно. Главное, что вот так же их сержант там шпынял. Как, да, спинка. Ну-ка, сын академика, пошел вперед. Ура. Ну, эта аналогия, она просто, чтобы сказать. Особо в ней какой-то связи нет с Ютубом. По той же причине. По какой дети не пошли. То есть, Ютуб не закрыли, потому что элита о детях своих беспокоится. Наверное. Странно это прозвучало, ну ладно. Сейчас логическая цепочка выстроится. Ютуб нужен тем, кто пытается балансировать между либеральной и вокруг либеральной частями населения. А мне он нужен для просветительской работы, батюшка-начальник. Ну, я не балансирую вообще никуда. Я всей душой с родным начальством. Я хочу там Демьяна Бедного, там Некрасова в массы продвинуть и через Ютуб удобненько. Он в комментариях пишет, что ты либерал. А, ну, может быть, в какой-то степени. Не знаю. Я с начальством с нашим. Я сразу говорю. Я на все эти провокационные вопросы, я сразу как чипаюсь. А Путин либерал? Сегодня. Да, вот я тоже. Если нет, я нет. Ютуб нужен тем, кто пытается балансировать между... Так, понятно. Они считают, что Ютуб является одним из способов указать патриотической части населения на их место, чтобы они голову не поднимали. Сейчас вообще, блин, так патриотов прям бьют уже на улицах. Я так и вижу. Слово не только хочешь, там Слава, Зеду, и сразу на тебя тумаки посыпались. Да коли это будет продолжаться. Я считаю, каждому патриоту надо прикрепить двух вагнеровцев с автоматами. Они тогда будут ходить по трое, и уже вот эти наглые либералы, которые проходу не дают, как этот в электронике, просто гуси в сыроежке, подстерегают их в подъезде. И давай там мацать за разные места. Че, патриот? Как твой патриотизм? Ужас. И Ютуб помогает. Эти ролики там бесконечные, как ходят либералы и патриотов достают там в общественных местах. Сними ленточку, там обоснуй, там за Херсон. Ужас, ужас. Ужас. Ну, Пригожин этому положит конец, я уверен, граждане. Не сомневаюсь. Продолжает он про Ютуб все еще. Как я уже говорил, когда в Ютуб говоришь «Я русский», тебе подсказывают, и это плохо. Шаману так подсказывали. Я видел шамана, негры в Америке мимо надписи «Голливуд» прям ехали, только радовались. Ничего они там не говорили, что не подпевали, это плохо. Нет, они просто угорали. Так они, может, по-русски не понимают? Вот они и радуются, им просто массивчик нравился. Я сомневаюсь, они вроде негры, они должны понимать мотивчик. Да, стереотип такой. Ну, ладно. Продолжим. Ютуб нужен всяким этим балансировщикам, которые хотят патриотам указать на их место. Они хотят, чтобы патриотам, как вот Соловьев, орет на непатриотов. Из телевизора и из радио. Только он с Ютуба тоже орет, походу. Или заблокировали его уже. Ему-то заблокировали, да, не дают ему орать. А, вот в чем дело. По какому принципу, кстати, они блокируют, я вот не пойму. Потому что Ютуб забит вот этим. Зеленский в панике бежит в шок смотреть всем. Не кликбейт. Победа свершилась окончательно. И такого просто шквал. И у них там диапазон от 10 тысяч до 10 миллионов просмотров за сутки. Еще есть эти коротенькие видосики. Да, и почему-то их никто не банит. А Соловьева, которого как раз он полезный был для тамошней именно пропаганды. Только когда захочешь слушателям объяснять, что у русских, мол, кукунь поехала. Они все там совсем уже головой тронулись. Им просто там смерть ради смерти нужна. И как-то соловьем включаешь. Как они там, когда подстанциям начали бомбить. Мне там присылали, не такого там наговорили. А самое главное, я потом на НГ лезу и смотрю там просто цитаты целыми простынями. Типа этого интеллектуальное лицо этого эксперта выступающего. Боится по-английски переведенное, что мы их будем там бомбить. Там их дети будут мерзнуть. Вот всю эту фигню. И типа даже без комментариев. От автора. Просто запостил. И какое-то там название с иронией. Что-то про антифашизм или типа того. Да, ну ладно. Так вот русофобия сплошная. Русофобия в Ютубе, да, сплошная. Шаман там раскрутился опять же. Я не знаю. Прямо говорили. Новость прям так начиналась. Что на просторах Ютуба там всех поразил. Певец-шаман. Что-то не знаю. Не заклевали его вроде русофоба-то. Ну, барину виднее. Да, я смиряюсь в этом. В коридорах власти, к сожалению, осталось огромное количество людей, вскормленных еще Ходорковским. Поэтому вопрос закрытия Ютуба... Как он щедро эти зернышки бросал. Лежит вопрос закрытия Ютуба в той же плоскости, что и вопрос суверенитета России. О, вот так вот. То есть, будет Ютуб, не будет суверенитета. Не будет Ютуба, будет суверенитет. До тех пор, пока мы будем вылизывать миску со скинутыми нам американскими помоями, мы не будем самодостаточной нацией. Да там же с России дофига кто бложики ведет. Я видел, у Вагнера даже там страничка есть. Он и говорит, что у нас должен быть свой русский Ютуб. И этих русских Ютубов, Рутубов и других сервисов полным-полно. Просто надо взять на себя смелость, закрыть Ютуб, закрыть VPN, закрыть любому простому человеку Инстаграм, который жив, только потому, что до сих пор нет ни одного раскрученного российского аналога. И пользуются им исключительно те, кто продолжает греть свои задницы на дубайских пляжах. Оказывается. Ну, вот все слушатели наши, как вам там на дубайском пляже-то, а? Грейте там всякие эти филейные части, блин. Нехорошо, нехорошо. Хоть эту открыточку пришлите, блин, с Дубаев-то. А те, кто в Тюмени, Томске и Сургуте идут на работу по Морозной улице, им некогда сидеть в гламурных сервисах, которые так оберегают часть той самой элитной публики, что принимает решение... Элитная публика, да, почтенная. Как вам не стыдно, да, пока простые работяги в Тюмени, в Сургуте идут на работу, а вы тут в гламурном сервисе слушаете всякие эти помои американские, блин. Да. Почему, блин, американские, если мы вот тут вот на уютной кухне, вот честное слово, кто врет, тот... Ну да. Да, да. Вот, в общем, честное слово, не вру, мы в России. Прям матушка Москва из окна видна. Да, видна, да, столица, вот мы здесь, почему... Нет, можно, конечно, если сильно не нравятся наши передачи с уютной кухней, можно их назвать помоями, у нас свободы словно. Почему американские-то? Почему они умят? Нет, да. А почему американские-то? Непонятно, непонятно. Ну ладно. Да, ну, в общем, вот эта вот элитная публика, которая там в гламурных сервисах заседает, они принимают решение, закрывать Ютуб или нет. Думаю, продолжает приборно, что дело неуклонное идёт к моменту истины, когда нужно будет принять решение за кого-то, за американизированный гламур или за свой русский народ. Поэтому Ютуб... А певец-шаман что олицетворяет? Ну, вот это русский народ теперь. Хорошо. Певец-шаман. Но он его отстроил. Но он довольно гламурненький. И очень американизированный, я бы сказал. Такие кожаные штаны в обливку я видел в американском кине. А у нас как бы... Чтобы у нас так ходили, там при Алексею Михайловичу, ты так и увидишь. Тебя за чёртов примут. Наверное. Ну, не всё сразу. Потихоньку, наверное, образ певца-шамана будет меняться. Там появятся какие-нибудь другие штаны. Шеврон Вагнера на плече, например. Да, например. Думаю. В камуфляж он наденется почхоньку. Сбреет косы. Частями так сначала. Сначала мы штаны наденем приличные. А там поймёшь, что гимнастёрка. Самый отток таким штанам. Он же чуткий к веянию моды. Так, ладно. Вот момент истины. Поэтому Ютуб никуда не денется. Его закроют и вобьют большой гвоздь из нашей российской стали в крышку гроба американизма и либерализма. Ну, ведь, да. Если его закрыть, то сразу у нас всё процветёт. Я как хорошо он сказал. Получается, что у нас есть куча там Рутюб. Но пока есть Ютуб, на Рутюб ходить не будут. Пока есть хоть какая-то возможность на Ютуб зайти. И поэтому срочно давайте его закроем. И всем тогда ничего больше не останется другого. Это, в принципе, вполне в духе родного начальства. Оно, в принципе, так и делает. Ну, вот интересно, что будет, когда VPN запретят? Или там какой-то доступ очень сильно к нему ограничен? Потому что реально такие планы озвучиваются. Сделаю, сделаю. Да, отрубит вообще интернет. Будем с одним телевизором сидеть. Хорошо. Хорошо. Главное, спокойно. То на одном канале тебе правду сказали, то на другом правду сказали. А в этой фашистской хохляндии запрещали Ютуб? Тамошние эти фашисты. Да, кажется, нет. Да? Ух ты. Смотри-ка. Хотя я помню, их всякие правдивые блогеры там поливали грязью. Но они не закрыли Ютуб. Потому что они, видишь, у них духу не хватило, да? Ну да, это надо было. Он сказал, что это надо с духом собраться. Это же круче, чем танк, блин, тигр подорвать ручной гранатой. Да? Ютуб-то закрыть. И гвоздь бить из нашей стали, если мы еще и делать будем к тому времени. Нужна личность уровня Суровикина. Чтобы закрыть Ютуб. Чтобы принять такое мужественное, мужское, как там было сказано, решение. Ну, я думаю, что надо его после Херсона, как он его спасет окончательно, надо кинуть его на Ютуб. Да, главное по интернету. В атаку повести. Он должен всех патриотов. Чтобы Захар Прилепин оценивал степень гламурности сервиса. Сразу. По шкале. В шаманах. Да. А Суровикин банил просто. Да. Десять шаманов, один Киркоров. Да. Тем временем в России задумали создать православную ЧВК. Да. Это новость к чему? К тому, что, видите, это распространяется. Да? Мода. Только что у нас Вагнер. А теперь что, товарищ Громова? Ну-ка, зачитай, порадуй мое патриотическое сердце. Так, в России может появиться первая частная военная кампания при православной церкви. Самые лучшие люди. Замунистам, мне кажется, это надо поддержать. Создать свою человека? Всей душой. Какой? Ну, они же не начальство. Откуда у них столько денег? А вот православная церковь, блин, а, донатить на ЧВК, блин. Понимаешь, донаты, это штука такая. С одной стороны, можно много насобирать, но это вещь ненадежная. Что получается? Твой ЧВК от произвольного благодушия зрителей твоих, блин, зависит, да? Захотели, накидали тебя на ЧВК, а не захотели. Знаешь, что бывает, когда наемникам не заплатил. Ну, вот. Ты к ним приходишь, да? Вернее, они к тебе приходят в день получки, блин. Все такие мужественные, как любит, вот, пан Пригожин. Ну, вот. А ты им говоришь, что что-то в этот раз слабо донатит. Уже стрим в неудачное время начали. Типа, ну и дальше, блин, такое кино может начаться, да, наемники не любят такого. Так что, нет, сомневаюсь. Я думаю, что замунистам лучше вообще не участвовать в политике, а вот поддерживать родное начальство. Потому что, если все участие, блин, твое заключается в том, что ты делаешь то же самое, что начальство, только с неизмеримыми меньшими ресурсами, ну, так и оставь дела солидным людям, которым ты доверяешь настолько, что поддерживаешь их, аж когда они кровопролитную войну начали. Значит, если ты в этом плане доверяешь, так доверь все остальное, а сам только радуйся. Ты же от них ждешь великих побед, ну, вот, и радуйся каждый, ну, замечательно. Тем более начальство конкуренцию не любят, как известно. Да, да. Да. А здесь ЧВК Андреевский крест. Андреевский крест, который, опять же, был на шевроне замечательных подразделений одних во время Великой Отечественной, да, Андреевский флаг. Да, ну, ладно, не буду рассказывать каких, а то сочтут оскорблением чувств верующих еще. Погуглите. Не знаю, вот про Гугл как бы уже в Яндексе. Да, вернее, да, по Яндексите. Кстати, в Яндексе тоже, если вы нас слышите, если совесть у вас живая, от Гугла мы не ждем, потому что переводы с той стороны закрыли, а вот вы, если, мы же вас упоминаем, елы-палы, мы в натуре, вы патриоты, мы патриоты. Вы поняли, да? Так. Вот создатели этого самого ЧВК. Так. Выступили представители общины морского Кронштадтского Никольского собора. О, это у товарища Жукова, там, неподалеку. Жигуду на днях. Можно, да, посмотреть будет на них. Компания. Сейчас, куда? Компания организована по благословению, настоятеля храма, Алексей Ганджин. Вот, вот оно че, вот оно в чем секрет-то, блин. Мы-то все, что беспредел, беззаконие. А у нас, оказывается, просто теперь, вот видишь, благословение приравнивается к этому разрешению официальному, да? Вот, благословил батюшка, и бах, сколотил роту автоматчиков. Нормально. Так. И что же они? Координационный директор ЧВК. Завел его... То есть, у нас уже не один, блин, этот частный батальон, а уже вот второй наклевывается, смотрите. Это хорошо. Это из тех, кто заметный. А сколько их там пока, они еще просто... Без благословения сидят. В виде ростков, как бы, да. Это мы уже видим, вот, один мощный дуб. И такое деревцо тоже так пробивается рядом. Так вот, директор. Молодая елочка с цукла. Так. Директор координационный. Владимир Ефимович Хильченко пояснил, что основной задачей видят подготовку добровольцев для спецоперации на Украине. Да, они не в Министерстве обороны делают, правильно? Ну да, да. Действительно. У него что, ресурсы есть? Или деньги? Или полигоны какие-нибудь? Нет. Частники, частники. Участников все лучше получается, да. Они, наверное, ни на чем не экономят. Я так думаю. Так, что дальше? Помимо этого, ЧВК планируют создать собственные добровольческие батальоны на базе своего учебного центра. Инструкторами в Андреевском кресте стали бойцы, прошедшие, по словам Хильченко, все горячие точки. Угу, отлично, отлично. Видите, ветеранов из горячих точек собирают в частной армии по благословению епископов. Как себя называет старич Громова? Правильно, антифашизм. Угу. Да, вот наша антифашистская федерация, она все более антифашистская с каждым днем. А вот эти добровольческие батальоны, это же получается как у... Добробатый, да. Да, господина Пригожина, который в Белгородской области такие делает. Вот, я говорю, вот тут, тут, видишь, тут он, знаешь, он хоть и наш посрел везде поспел, но на самом деле в сутках 24 часа. Ну да. Так что он везде, все регионы-то он не охватит. А вот тут уже, видишь, помощнички, епископ говорит, сейчас у меня с Андреевским крестом будут ребята ходить с автоматами. Да, никакого подтекста нету тут. Кстати, Пригожин же заявлял, что финансирование должно проходить за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона. То есть, он еще, видишь, и бизнесменов, наш замечательный частник со своим личным добробатом, вот он еще и их научит, как им правильно деньги тратить, куда вкладываться, видишь, вот чтобы патриотизма побольше у них было, он посмотрит. Это хорошо, я считаю, что это, значит, больше демократии. Не скажу, что из этого социализм получится, но что буржуазная демократия от этого, блин, как бы только окрепнет. Это точно. Хорошо. Это не фашизм. Всякие, блин, да, всякие кракены, там, торнадо, да, понабирали уголовников, прям зататуированных, всякой гадостью по самой шее. Эти гадости всякие делали, блин, еще. Ух. А тут хорошо. Тут все свои, родные, а самое главное, все по благословению батюшки. То есть, очень православненько. Не так давно появилось видео казни. Да. То есть, предположили сначала, и в итоге угадали действительно, что это бывший боец ЧВК Вагнера, Евгений Нужин. Да. Только казни, я не знаю, что это так, это пафосно. Ну, так пишут в интернете. Появилась, да, видюшка, как человека забивают кувалдой насмерть. Ну, да. Ну, вот, где-то хрен знает в каком подвале, блин, сраном. Да. И мне сразу вспомнилось, мне присылали, блин, из этих мест, где песок, там вот были интересные ссылочки, интересные видюшки, где две вот какие-то русскоговорящие мрази, блин, забивают араба кувалдой. Вот. Медленно и с шуточками-прибаутчиками. А потом отчекрыжили ему еще эти руки-ноги, блин, и с обрубком там типа фоткались. Да. А убивали его именно вот большим молотком. Я еще тогда подумал, блин, заморочено. Ну, да. Просто еще очень грязно, и, блин, можно кукуней поехать от одного процесса. У вас же вроде там пистолетов дофига, чего не застрелить-то, блин. Вот. И еще мне как бы тогда сказали, что это вроде вот какие-то ребята из какой-то православной организации нашей, вот, какие-то вот типа как наемники, блин, да. Ну, а там на самом деле ничего было непонятно, они без знаков различия. Просто говорят по-русски. То есть мрази были русскоговорящие. Теперь, смотри, у нас уже, смотри, поближе уже забивают, блин, молоточком-то. Да, я на самом деле наткнулся, это я люблю одного патриота почитывать, вот, и он по этому поводу так хорошо написал, я тебе ссылочку даже отправил, да, товарищ Громова? На самом деле нет. Который... Нет? Нет. Вот этой ссылки не было. А, да? Или это недавно было? Нет, ссылки не было. Но у меня другое есть, другая информация. Мне понравилась просто... И комментарий самого Пригожина к этой всей истории. Да, 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 да. Вот. Значит, я наткнулся, дорогие товарищи, буквально вот надысь, пишет патриот Зергулей, один из любимейших моих патриотов, очень радуется, говорит, вот один, говорит, мол, из Вагни разбежал, говорит, клиент, перебежал, говорит, к этим укропам, но, говорит, это в России тут к предателям относится мягко, мол, а тут, говорит, сразу, говорит, его нашли и кувалдой забили. Я думаю, да ну нахрен, прикалывается, что ли? А потом, смотрю, другой патриот, бах, блин, и ссылочка на эту телегу, блин. А я в телегу-то не лажу, а все интересное теперь, походу, там. Ну да, так и есть. В общем, короче, вот и ссылочка, а там действительно видюха, прям как человека забивают кувалдой. Вот и я как раз. У меня тут сериалец был, там мексиканские эти наркобарыги так поступали как раз. Тоже на видео снимали и тоже с целью застращались. И вот в Агнобзе тоже смотрели этот сериал. В кино они как-то быстро справились, там на самом деле с одного удара они его ухайдакали. А тут, ну кто-то, кто, короче, любит такие маньяческие видюшки, вот поищите, можете найти. В общем, здорово, здорово, я говорю, прям хорошо. И это уже рядом происходит, а не где-то в песках. От этого энтузиазма все больше. Просто и техническая возможность. А, ну ладно, это ладно. Что у нас там наш барин-то, сударь барин дорогой, сказал по этому поводу? Коротко, значит, что вот этот вот гражданин, бывший вагнеровец, сбежал с фронта, известно об этом, и добровольно сдался в плен в сентябре. Он дал интервью тогда и заявил, что теперь хочет воевать против российской армии. А вот это видео появилось в телеграм-канале, связанном с ЧВК Вагнера. Видео заглавили молот возмездия. То есть они еще, смотри, они забивают людей молотком, а потом придумывают прикольное название для видюшки. Чтобы было с одной стороны иронично, а с другой стороны пафосно. Творческие люди. Творческие. Молот возмездия. Можно эту франшизу сделать целую, да? Да. И подписали еще видео. Предатель получил традиционное исконно-вагнеровское наказание. А, традиционное исконно-вагнерное. То есть забивать людей кувалды, это у них такая милая традиция, по их словам. Я хрен знает, может, они врут? Я очень надеюсь, что они врут. Вот честно. Я очень надеюсь, что это все пиздеж и бравада насчет традиций. Блин, ребятушки, и очень надеюсь, что это вас в этот раз просто переклинило, и поэтому вот вы так сделали. А что вы хотите, кем вы хотите показаться, когда рассказываете, что для вас молотком человека... Не то, что вы убили кого-то, но война, понятно, все убивают. Но, блин, забивать человека молотком, это, говорю, это... Я не знаю, кем вы хотите показаться, когда вы так поступаете и рекламируете такие свои поступки. Блин. Может, вы кем-то хорошим думаете, вас посчитают из-за этого? Скажут, какие бравы, молодец, а как он смешно булькал, когда ему там по шее прилетало. Ну да, кто-то так и говорит, на самом деле. Наверное, да, это смешно. Ну, блин, это маньяческая тема, ребят. Это вот с этого всякие чикатилы, блин, сука, начинают с того, что, блин, такие вот видюшки смотрят, блин, так развлекаются. Пока видюшек таких не было, они всяких животинок мучили там во дворе. А сейчас не надо мучить, сейчас включи, найди. На Ютубе такого нет. Там такое запрещают, какой-то проклятый вражеский ресурс. Либералы. Не, либералы, блин, не дают выложить там, да, как ты кувалдой человека забил. Короче, кипит мой разум возмущенный. Пойдем перекур сделаем. А может быть сразу про комментарий пригожено к этой ситуации? Нет, давай вот мы как раз на сладкое, да. Меня и так переполняют эмоции, да. Это как раз вот так, все, перекурили, да, поговорили про кувалды, про то, как ими пользоваться. Самое главное. Кувалды для строительных работ, а не чтобы людей ими забивать. Ах вы. Они так строят дисциплину, получается. Если у вас дисциплина на забивании кувалдами строится, ничего утешительного вам не могу сказать по поводу вашей организации на терроре, да, на прямом терроре, да. То есть у вас, что, у вас так часто стреляют, блин, людей, что просто застрелить это недостаточно страшно, получается, да, ребятушки? Они настолько у вас все к расстрелам привычные, что, блин, тут если кувалдой не забить, никто внимания не обратит, типа. Хорошо, хорошо. Не, а очень показательно я говорю, что вот люди этим кичатся, что они хвастаются этим, что они вот это выкладывают, блин, в интернеты, как они человека забивают кувалдой. Кстати, смотри, да, что я говорил, у нас жандармы, да, не ловят, блин, мышей. Убийцы ездят, блин, там, взрывают, блин, этих всяких дочек всяких философов праворадикальных, блин. Да. Вот. А Хлядская, блин, смотри, жандармерия. Смотри, гестапо, как там тоже. Тоже все на понтах, да, у нас война, безопасность, обеспечиваем, блин. Приехали, блин, нашли, вывезли, кувалдой забили. У них, очевидно, какая-то виза специальная. Очевидно, у этих таких, кто с кувалдами забивает, взрывает, блин, и прочую фигню делает. Ну, это просто ни в какие ворот не лезет, блин. Че вы, блин, че у вас в голове творится? Не, а че у них в голове творится? Я смотрел, какой у Бусевина же был, там, помнишь, с ними стрим. Я 20 минут посмотрел, больше не выдержал, блин, какую они несли. Вот че вот реально? Че он несет? Русский народ воин, там, мне нужен адреналин, блин. А чтобы адреналин, там, мне надо, чтобы было куда поехать пострелять. Прям так и шпарит, блин, что для них, блин, людей стрелять не на развлечения. Я говорю, я не выдержал просто, я через 20 минут выключил. Потому что это просто невозможно, блин, дрожь пробирает при мысли, что эти люди где-то там с автоматами бегают и какие-то там порядки наводят. С таким вот в голове, да. Есть же люди, которые туда просто и заработать идут. Ну, знаешь, я вот и ждал, что там что-то такое будет, которое заработать. А там нет, там они, давай, блин, в тебя. Это их идеологи, ведь там Сёмин-то ходил, блин, не к кому в этом попало же, правильно, а к каким-то этим видным. Ну, да. Вот. То есть это их идеологи. Это у них вот такое в голове. Народ воин, блин. А крестные народы, типа, не воевали, блин, всю свою историю. Ой. Да. Ну, в общем, короче, кошмар. И то, блин, у меня дрожь-то была, блин, примыслишь, он с автоматом где-то бегает, а они, видишь, у них чисто маньяческие варианты, блин. Кувалдой человека забивать, да. Ох, какого-никакого, блин. Да. Да. Ну, самое интересное, как на это отреагировал господин Пригожин. И как он высказался, вот тоже главный вроде, да? Да. Может, он сказал, что это все гнусные инсинуации. Да, может быть, он осудил. Мы не делаем такого. Если мы уж кого-нибудь там надо убить, мы его по-людски убьем, да? Подойдем да застрелим. Без всяких этого, мне, оказательства лишнего, мне, да? Да. Ну, а что же он сказал? Да. Что гнусные инсинуации. Это СБУ провокацию устроило. Ну, это было бы логично в условиях войны, допустим. Да, гнусный ролик, сами забили, что вот, сдавайтесь. Понял им. Они вас в плен возьмут, а потом разберут на запчасти и скажут, что это ваши, мол, друзья. Так же он сказал, да, товарищ Громов? Блин, пожалуйста, пожалуйста, скажи, что он так ответил. Или я даже не знаю, что мне делать тогда. Слушать цитату. Ну, так. Я предпочитаю смотреть историю в театре. Так. Что касается... Для вас вообще это все театр, господа начальнички. Что касается окувалдованного... О, смотри, у вас специальные слова даже для этого есть. Какие вы изобретательные. То в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаки, собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало. Ну, отлично, да. Особенно вот зумунистам, да, товарищам они любят там, да, когда хохляцкий кто-нибудь такое скажет. Ну, вот. Да, граждане. Нормально так, да? Нормально так ваши кенты, которых вы поддерживаете, себя ведут. Делают нормальные вещи. С шуткой-прибауткой, да. У них есть специальные смешные слова для забивания человека молотком. Да, справедливых людей, говорит, он нашел. Хорошие фильмы, да, походу, да. То есть у нас наш барин-то сударь, он любит такое, да. Говорит, режиссура хорошая. Я не скажу, меня прям, я говорю, в дрожь бросало, что с человеком такое делают. Похрен, что бы он не сделал, Гитлера бы так поймали, блин, если бы его вот так вот разбирали, блин, на запчасти. Понимаешь? И то. Я бы сказал, нахрена хорошую вещь превратили в чернуху. Вот. А в данной ситуации это разбирают на запчасти человека, про которого вот этот барин сказал, что он плохой. Его надо было забить кувалдой, вот потому что он плохой. Он предатель. Предатель моей конторы. Расторг, контракт, да. До установленного срока. Да. То есть у нас это в порядке вещей, граждане. Вот почему мы против всей этой эпидерсии были с самого начала, в том числе. Потому что у нас и так долбанутое, блин, общество, где люди по пустякам друг на дружку с ножами кидаются. И любому, блин, мало-мальски здравомыслящему человеку понятно было, что от войны это все удестерится. А этого и так неприлично много. Да. Кстати, к вопросу о молотках. У нас тут, блин, трепетные девочки, блин, да. Забили, блин, на квартире собственного папу. Угу. Молотком. Не кувалдой, но, блин, знаешь, что же. Обычный молоток тоже подойдет. Да. Такая вот подливчая штука жизни. Любая мразь возьмет нехитрый инструмент, блин. И хорошего человека забьет. Так нельзя убивать. Вот с нашей точки зрения, ну, глупая обывательская. Да, мы не воины. Да, мы как патриотами мы стремимся быть, но по сравнению с господином Пригожиным, куды нам еще стремимся, короче, к патриотизму. Вот, по нашему мнению, такие фильмы снимают маньяки. Мы, как бы, понимаем, что такое террор, в смысле устрашение. Вот. И, по нашему мнению, такое вот даже в целях устрашения. Мы не зарекаемся от того, что, наверное, таким будем заниматься. Потому что можно вообще, в принципе, заниматься устрашением своих противников. Но если ты для устрашения вот такое делаешь, я не знаю. Я не знаю, кого ты напугаешь. Ты вызовешь не страх, скорее, во всех, кто это увидит, нормальных людях, а омерзение. Ну, да. Понимаешь, омерзение. Ты как чикатило. Да и похрен. Пусть это педофил был, который детей кушал. Какая разница. Хочешь убить, взял, убил. Подошел, застрелил. Блин, стрелять не по теме. Подошел, ножом ткнул. Опять же. Сильно. Убить ума не надо. Они вот, кто такие вот маньяки-мокрушники. Они обычно так гордятся своими этими гнусностями. А чем гордиться-то? Че, до хуя ума? Надо, чтобы человека убить. Расстроился, что я мотикнулся. Не выдержал. Вообще, извините. Хотел без мата вообще. Короче, я не знаю. В наших кругах такие не катят вообще, кто такие фильмы снимает, кто их заказывает. А, в наших кругах не катят даже, кто их с удовольствием смотрит. Ну да. Да. Ну вот. Мы бы с ним распрощались немедленно. Я уж на что отдельных политических деятелей ненавижу. Но я не желаю смотреть фильм, как с ними вот так поступают. Знаешь, чтобы там, как они у расстрельной стенки стоят и последнюю сигаретку курят, да, это я бы посмотрел. Вот честно скажу, смотрел бы с удовольствием, да. Отпускал бы язвительные замечания. А такое нет. Нет. Это, я говорю, так животные, блин, даже не будут делать. Ни одна скотина так не будет делать. Ни один хищник, он, блин, не терзает ради вот самого процесса. Он как раз, блин, ему надо читкашно, блин. Укусил, убил. Понимаешь, сразу артерию нужную чпок, все, блин. И тащи потом куда хочешь. А это, ну, я говорю, очень радует. Вот, что сказать, блин, там, в заключении. Да, да. Монолог. Очень радует, что в родной стране такие замечательные ребята. Вот они смотрят хорошие фильмы такие. Вот сами говорят, что отличная режиссура, как все классно. И что при этом у них куча денег, и они абсолютно не связаны никакими законами. Меня просто все сие наполняет мою душу радостью и верой в торжество международного антифашизма. Мало того, что они связаны с законами, но так они еще и легализуются открыто в данный момент. Не, ну, мы же помним, мы же помним украинскую эту конетель. Вот он побыл батальон добровольческий, а вот он уже батальон МВД. Ну, да. Ну, понятно, понятно. У нас, я чувствую, как у нас оно идет. У нас, по-моему, реальное МВД скорее к ним строится. Ну, да. Да, у нас, чувство, наоборот будет. Да, прекрасно, граждане, прекрасно. Я уже про вечное сияние чистого антифашизма название был. А тут этот антифашизм выходит на какой-то новый абсолютный уровень. Да, над названием подумать придется. Да, прошерстить фильмы старые советские. Подумать, куда там можно впихнуть слово антифашизм. Хроника, пикирующего антифашизма. Нет, он не пикирует, он возносится ввысь. Антифашизм уходит в небо. Это у меня так статейка одна называлась. Повторяться неохота. В общем, короче, подумаем. В общем, здорово, здорово, товарищи. Мы все более антифашистская республика. Я думаю, что наши антифашисты еще много где. Много кого кувалдой забьют. Отлично. И на видео снимут потом. И похихикают потом. А Пригожин потом посмотрит, барин наш. Когда будет расслабляться от трудов праведных, отдыхает. Нальет себе чайку и включит. Там этому кувалдой грудную клетку разбивает. А он глаза опучит. Как он на одном дыхании. На одном блевании. Вот я говорю, прям ком в горле стоял. Я просто после того, что там патриот написали, как об этом, в каких словах, в каких выражениях. Я понял, что я должен это посмотреть. Так бы никогда не стал. Сейчас это этой маньяческой фигни. Как людей стреляют, взрывают, там на кусочки рвут. Хреново туча. Да. Ну, здорово. Уверен, что это только во вражеских тылах. Вагнеры такое делают. Уверен, что на фронте такого нет. Нет, там же честные. Откуда бы честные, да, конечно. Я говорю, у нас просто... Вот если ты в колоток полицейский, в обычный попал. Могут, блин, в задний проход что-нибудь запихнуть. Невпихуемое, блин, да, так что ты помрешь. А как они на фронт попадают, вот те же самые ребята, тут у них сразу благородство, рыцарственность. Война на пользу идет, да, поэтому... Даже наша священная война. Поэтому начальники многие говорят, что война идет на пользу. Да. Что, сегодня мы многое, да, узнали. Да, Дарья Громова. Мы, наверное, можем попробовать провести подмежу... Что сказал? Подвести, да. Все, уже... Да, это потому что, честно говоря, я аж заикаюсь, блин, дорогие товарищи. И честно, блин, и не стыдясь, говорю, от страха прям заикаюсь. Потому что это ужасно. Еще ужасно, что, блин, даже если была возможность куда-то бежать, блин, ты прибежишь, скорее всего, к таким же. Потому что такие, блин, сейчас везде. Куда ты приедешь, чтобы там такого и не было. Не знаю, в каких странах конкретно. В Китае я не слышал, чтобы там кого-то кувалдой забивали. Да, потому что они не публикуют эту информацию. И хоть там буржуины. Пока нет, прикинь. А знаешь, я бы лучше жил, где забивают и стесняются, чем там, где забивают и хвастаются. Я тебе так скажу. Я как бы в курсе, что и забивали, блин, и еще там в девятнадцатом году, блин, я смотрел, блин, это мне так же показывали, это самое, как ноги там рубят, отволокли человека в лес, прикинь, и херачат ему ноги топором. Я не знаю, с какой целью, блин, это показывали, как бы, чего я думаю. Я сказал примерно то же самое, что сейчас. Я говорю, что ты думаешь? Я говорю, что я думаю, кто исполнял, пидорасы. Кто снимал, животное, а кто смотрит такое, сука, и кайфует, дегенерат. Вот что я думаю, блин. Короче, беседа такая получилась напряженная. О, то есть я знал, что это есть. Но чтобы вот это выкладывать и хвастаться, и не хвастаться, а еще хихихаха устраивать, а кувалдованный, блин. Это, блин, не красава, кто это у них там сочиняет, да, с чувством юмора у него все нормально. За Башкой, блин, непорядок полный, блин, а юмор, да, есть, есть. Хорошо, ребята, блин. Это, нет, а это еще только война, только полгода идет. Уже хвастаются кувалдами. Чувствую, блин, нет, оно, опять же, видишь, когда долго стреляешь, привыкают, приходится кувалду доставать. Но кувалда тоже надоедает рано или поздно. Что там дальше, как в этом? В криминальном чтиве? Наверное. Бензопила, да? Ну да. Самурайский меч, блин. Ну, главное, чтобы по эффекту не для видео выходило, наверное. Да, да, антифашизм, чтобы там слова антифашизм туда-сюда. Еще же можно унижать на видео, тоже распространенная практика. Ну, это уже есть, это уже есть. Выкладывают там обычно уже результат. Это как бы я кучу видел видео, где у них там пленные, блин, эти песенки поют, а они стоят глумятся. И на видео их никто не бьет. Но они по готовности любую песню начинают, видимо, добрым словом и молитвой добились такого эффекта. Да. Так что, я говорю, то ли еще будет, граждане, то ли еще будет. Ну, получается, господину Пригожину сегодня позволено вот так вот высказываться в сети, наезжать на губернаторов, выступать с такими заявлениями о поводу агентуры, предпринимателей, которые финансовую поддержку украинскому войскам. Намеки пока туманные. Мы ждем следующего этапа, когда он со списочками уже будет. Ну, да. Этот добрый господин, наш добрый лорд. Все указывает на то, что у лорда руки развязаны по самое «не могу». Да, да. Он может себе позволить говорить все. Они, видимо, у него всегда были развязаны. Просто он как-то, я говорю, свои эти деяния без оказательства творил. А сейчас он хвастается ими вовсю. И его все больше везде. Вот интересно, на ток-шоу его позовут. Я думаю, мы еще до этого дойдем. Да. Что на ток-шоу будут там, как вот тогда, я говорю, когда с хохляцкими окончательно ясно стало, когда там в ток-шоу люди горели, а они ржали. Угу. Сейчас, я думаю, мы, значит, дойдем. Там циркуляркой будут кого-нибудь там распиливать. А аудитория будет это. У-у-у-у-у-у-у-у. Вот так вот делай. Вся. И мы тогда поймем, что антифашизм победил окончательно, глядя на это. Да. Ну, что-то, да, не все же новости, да, политики, блин, и философии, и этики, да? Да. Да, что, у нас еще культура же есть, культура. Он проникает у нас, этот Вагнер, не только, да, не только в политику, не только в армию, не только в бизнес, но и в сердца и в умы. Да, бессмертная классика очередная. Хотели сделать культурную повестку, но потом вспомнили, как про шамана ругали, еще классиков. Давайте, не надо, не выйдем в культурную повестку. Ну, и все-таки в тему, да, в тему, потому что... Потому что Вика Цыганова. Да, а то подумают, что мы два ролика подряд про них делаем, обратят на нас внимание. Нет, еще, чего доброго, это, знаете ли, я, честно говоря, не хотел бы, блин, чтобы ребята, для которых кувалдой человек, кувалдой, блядь, человека забить. Не, меня просто это возмущает, это как Герман Лопатин на Нечаеву возмущался, что нахрен он застрелить хотел этого, говорит, Васю, блин, нахрен он с собой потащил еще, говорит, четырех человек. Отвел, говорит, сам в лес, блин, бах, все, и ушел, блин, что еще? Так вот меня и тут. Это же, блин, я говорю, специально, говорит, наиболее мучительным способом, блин, и говорить, блин, что это вот тебе по кайфу было смотреть, отличная режиссура. Там, блин, как человек последние секунды, он там хрипит, глаза пучит, понял, а его кувалдой ломают. Я говорю, я не стал бы с Гитлером в главной роли, блин, смотреть такое кино. А кому-то по кайфу, кому-то по кайфу, нормально. Причем, я говорю, судя по тому, что у них, блин, для этого есть отдельный, блин, термин. Да, вы сами подумайте, какие из этого выводы следуют, товарищи, да. Вот в честь таких прекрасных людей, в том числе, был написан гимн целый. Отлично, у них свой гимн есть. В исполнении... Вики Цыганова. Да, вот, оказывается. Я, честно говоря, думал, она того и давно кеды в угол поставила. Честно говоря, вообще ничего не думала даже по поводу Вики Цыганова никогда. Ну, как же, не, я помнил у нее это, от тебя посадят, милый мой дедочек, что-то там такое, блин, она распевала. Ну, 90-е, понял, тогда же эти криминальные дедочки вроде как были в моде, блин, вот для них написать. А сейчас, соответственно, новая мода, блин, я не знаю, кто, кстати, из тех дедочков вот так положительно бы оценил такой способ. Нет, чтобы, блин, они были по поводу того, что, мол, можно, если человек тебе мешает мне от него избавиться, это у них там предрассудков не было. Но чтобы вот так вот еще кино снимать, даже если у тебя возможности есть, это они бы еще не стали, потому что, блин, я такое кино, блин, сниму, и, блин, так меня, пожалуй, посадят, блин, заодно просто кино. А тут вот можно, но не в этом дело, они бы даже при возможности не стали бы. А тут новая генерация, видишь? Да, и вот для них Вика как бы нашим и вашим всегда спляшем все сейчас исполнит. Но тут поэзия прям. Трынс-тынс-тынс на песенку. Читаем. Да, читаем и удивляемся. Да. Так. Оркестранты войны без ума влюблены в оратории Кананаде. А, то есть им нравится, когда из пушек стреляют. Ну, я что скажу, да, промежуточно, блин, так, больному человеку только такое может нравиться. Вообще, все это. Советский воин, блин, почему он нам люб как раз больше всех других? Потому что он воевал, чтобы такого больше не было никогда. Да. Да. В это золото дней и разрывы ночей, и в антракты больничной палаты. Ага, ага. У этого все он влюблен. Ага. В разрывы ночей там, да. А что-то мне вспоминается классика, да, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Угу. Да. Что-то там я-то еще раз видал рукопашный раз наяву и ты еще во сне. Вот как-то так, блин. Не бьется. Ну, нет, у нас, да, новое время, нам по кайфу. А там про кувалду есть, интересно, да? Да, надо хруст костей под кувалдой моей. Да, отлично, отлично. Всем врагам, всем-всем предателям, кто контракт не уважает. Да. Оркестранты войны для огня рождены. До сражений, без всяких идиллий. То есть, они, их при рождении надо было в печку кинуть, что ли? Это что за двусмысленный гимн? Может, это они поймали поэта, и он писал под угрозой кувалды. Возможно. И типа хотел написать, чтобы мы сгорели. Но он стеснялся и написал, блин, для огня вырождены. Это вежливый способ такой сказать, чтобы ты сгорел. Для сражений. А дальше вообще стремно. Где под крики Химер дирижер Люцифер управляет полетом Валькирий. Как бы... Это сражения. Это из трех разных мифологий. Либо Люцифер, либо Валькирий. Если Люцифер существует, тогда Валькирии как бы нет. А если есть Валькирии, тогда нет Люцифера. Есть Локи и прочие. Да. Это эклектика. Это опять же, вы пытались в синтез, а получилась опять эклектика у вас. Да, и Люцифер всем управляет. Ну да, да, дьявольское дело, сатанинское. Да, действительно происходит. Только как в нее влюбленным можно быть? Вы такого не говорите, блин, что ли, граждане. В присутствии нормальных людей. А то вас за больных посчитают. И еще, блин, ну вот честно, блин, сколько ветеранов знал. Вот ни один не говорил, что ему по кайфу было. А те, которые действительно, блядь, где в горячих местах были, они вообще ничего не говорили им про эти дела. Они вообще от разговоров на эту тему уходили. Да. Ну ладно, это опять же новая эра, новые герои, да, новые повадки у них. Далее, видимо, припев. Да. Так. Так давай, Вагнер, играй, оркестрандов своих поднимай. Ага. Поднимай легким взмахом смычка наше русское ЧВК. Ага. А если кто по смычку не поднялся, того кувалдой подымай. А то еще как-нибудь. Кувалда Вагнера. Что, Секира Перуна была у него, да, группа? Сейчас кувалда Вагнера. Звучит. Да. Да красавцы вообще, я говорю. Всем большой привет. И кто исполняет, блин, и кто снимает, и кто смотрит, и кайфует. Я вам братский совет, блин, сходите к психиатру, просто пока не поздно. Потом уже на вязках будете лежать, блин, уже. А сейчас, может, еще таблеточкой даже можно это выровнять. Да, тут главный момент. Все на ранних стадиях, да, надо гасить, да. Пока ты еще можно, у тебя курс лекарств пропил, и все, и нормально. И ты как нормальный человек что-нибудь такое увидел, блин, и тебя пробрало, блин, до самых селезенок. Нет, видишь, напрочь эмпатия отбитая. Я говорю, лютейшего врага не стал бы вот так мучить, и уж тем более этим хвастаться. Даже когда бывает, блин, когда фантазируешь про кого-нибудь нелюбимого, что, эх, поймал бы тебя, блин. Ни разу, блин, даже в самых, блин, мрачных фантазиях, блин, вот такая хрень, блин, больная, долбанутая на всю башку, вот она никогда не приходила в голову. Да. Ну, ладно, ладно, это я все никак отойти не могу. Ну, еще бы. Я просто, я с утра посмотрел, блин, эту видюшку, и был в развинченном состоянии, пока вот товарищ Громов где-то в обед не приехал. Вот, и я уже отошел. А теперь, когда мы про это говорили, я опять вспомнил, как он там глаза пучит, блин, ох, ох. И просто вот проклясть хочется, блин, тех, кто это делает и считает, что это нормально. Если бы я верил во всякие проклятия, я бы сейчас попробовал бы на вас напустить порчу. К несчастью, эта хрень не работает. Но у нас еще несколько плетов. Да, да, ну, хорошо, хорошо. Я весь в предвкушении. Люцифер, уже Люцифер был, я не знаю, что еще круче может быть. Вальгала. Какая, ну, если Люцифер, какая Вальгала-то? Ну, сейчас посмотрим. Оркестранты войны не хотят тишины. Да, 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 да. Во Вальгалу их путь в ярком свете. В небе только луна, в сердце только война и безумная танго смерти. Отличная антифашистская песня. Это Белла Чао. Типа того. Наряду с такими вот шедеврами. Оно будет международное. Катюша и вот это вот. Что мы не хотим. Мы видим, что вы не хотите. Видимо, вы настолько влиятельны, что действительно, вот вы не хотите тишины, и ее нет. Да, вот настолько вы выросли. Пока мы в другую сторону все в какую-то смотрели, а вы росли где-то. И вот вы уже вот перед нами, а? И что с вами делать? Мне непонятно. Снова пошел припев про смычок и его легкий взмах. Ага. Да. Так. Кувалду я уже шутил. Да. В этой связи. Оркестранты, воины России, пусть прибудет с вами благодать. Наши павшие, наши святые и небесная божья рать. Да сатанисты ебучей на самом деле. Блин. Вот нет, зла не хватает. Та же самая хрень, как вот у ИГИЛа. Осужденного и запрещенного. Потому что тоже, блин, все эти лицемерные. Мы за святость, мы за чистоту. И давай, блин, людей тоже, блин, как меня тогда, как меня пробрало от этой кувалды, меня тогда пробрало тоже, блин, это. Они удумали, короче, в клетку запирают, и, короче, в этой клетке в воду опускают. И вот как люди там бьются, блин, вот тоже на меня такое же впечатление. И то, а тоже одна святость только на устах. У Николашки Кровавого, блин, дневничок читаешь, да подумаешь, да, блин, вообще какой-то молитвенник. У него все впечатления, все мысли только. Там та икона, там такой старец, блин. И резолюции после этого читаешь. Стрелять, вешать, сжигать. Семьи сдохнут. Да похрен, нечего было ихним папам там в политику лезть. Вот так вот, блин, сочетается. Два в одном. Да, Гитлер тоже, кстати говоря, блин. Тоже, блин. Он не по святости, он это. Зверушек там любить. Давайте за их права бороться, блин. Он прям за права боролся? Да, у них же ты чё, блин. Они чуть не первым делом. Целые, значит, это талмуд, новые права этих животных. И, соответственно, вот талмуд новых правил. По их содержанию. Что тебе полицай может прийти посмотреть. У тебя так, а у тебя правило номер 375 нарушено. Лишний повод. Понял? Полицай к тебе зайти и ещё что-нибудь у тебя проверить. У тебя собачка есть? Ну, посмотрим, по ГОСТу она у тебя живёт. Или нет. Ну, и тут же целая куча животных наши друзья. Поэтому давайте эксперимент на людях проводить. Просто. Да, зачем? Мне там такая логичная подводится. В принципе, нам же не даст картины действия лекарства на человеке эксперимент на лошади. Он что-то даст, но не настолько же, насколько мы человеку скормим, посмотрим. А ненужных людишек у нас, говорит, полно. Одни, говорят, эти, например, больные всякие, невалиды эти, паралитики там, душевные эти расстройства у которых. Зачем они нужны? Там, блин, 60 тысяч марок в год, блин. Обходится, блин, содержание какого-то коллеги, который заведомо он пользы не приносит и приносить не будет никогда, блин. Ну, короче, вот. Давайте их вместо благородных собачек и кошечек мучить, блин. Вот так вот. Так что это у них у всех, да. Святость, святость. Ну, какая святость, если вальгалла. У нас православные ценности вроде наши начальнички затирают. Кроме того, мы же с сатанистами боремся, но украиня не получается. А тут что-то да, оказывается, Люцифер, а эти вообще вальгаллу, то есть они язычники. Ну, что-то такое. Поганые. Да. Да. Поганус. Поганые вот именно в самом прямом смысле. Так что это такое-то? Что за окаянство? Это святостатство? Потому что какая божья рать, если только что Люцифер всем командовал. Да, и валькирии кого-то там куда-то понесут. Алло, в Библии не было валькирии. Христос мне про вальгаллу вообще ни слова не сказал ни разу, я отвечу. Я что-то не помню, чтобы кто-то у нас из каких-нибудь старцев, каких-нибудь почтенных, как-нибудь Амбросий Оптинский, я читывал в свое время по дурости. Вот, всякое там было на вальгаллы точно не было, да, ребята, и Серафим Саровский тоже и не упоминал. В общем, после божьей ратьи припев два раза и на этом все. А, это и все. Слава богу, блин, а то я думал, у меня взорвется голова от такого, блин. Ну что, отличное творчество, да, страны победившего антифашизма. Я считаю, поддержать, то есть, это сходить, поставить лайк им, наверное, этому клипчику. На ютубе? Да. А он же... Не знаю. Ну, он гламурный-то гламурный, а вон какой там, какие традиционные ценности. Я что-то вообще не вехал. Какие у нас традиционные ценности? Что-то тут вдруг всплывает вальгаллы. Нет, и у кого бы она всплыла? Да, ладно бы это какие-то были там маргинальная группка где-то тыловиков. Типа обожрутся этой краденой тушенкой. Давай себе там эти викингские обряды, детей на кофе бросать. Вот, тут это самые видные наши деноцификаторы, которые у всех на устах. Да? Вагнер – это не фашизм. Да, блин, товарищи, пишите в комментариях, чего вот это такое? Чего вот это такое вообще? Как называется вот такой строй, при котором миллиардер комплектует себе частную армию, казнит людей, выписывает людям амнистии, вот, мимо всех этих законных процедур, за доблесть, а казнит за измену. И никто не проверяет, а вот он точно за доблесть наградил? Или это кто-то богатенький, например, хотел из зоны быстренько освободиться, блин, надо, вышел там, это полгодика посидел, блин, и теперь вот в штабе, и теперь ему выписывают там, а, билетик. Ну, например, я не говорю, что это так, боже упаси. И я вообще не про господина нашего сударя-барина Пригожина говорю, он вообще это, наверное, уже равноапостольный. Да. Да, я вообще говорю, ну, как называется абстрактная? Вот абстрактная страна, и в ней вот есть миллиардер, он может казнить и миловать по своему усмотрению, вот, и у него интересные вот всякие рассуждения про забивание людей кувалдой, и одновременно рассуждения про то, что там вот некоторые губернаторы, некоторые чиновники, некоторые предприниматели неправильные у нас, вот, он вот делает такие заявления по Ютубу, которым у нас миллионы людей, то есть, ну, после кувалды, конечно, что тут какие Ютубы, но на самом деле, вот, Ютуб, это вот затрагивает десятки миллионов людей. Если его закрыть, вот, я говорю, прям, вот, цифра с шестью нулями. Столько народу почувствует это, вот, прям конкретно почувствует, что его не стало. Но, может быть, закрытый Ютуб и станет последней каплей той самой? Да, нет, я думаю, что нет. Она когда-то будет, но явно это не от Ютуба. Да. Ну, хотя бы предпоследней каплей. Ну, представь, взяли, отключили Ютуб и... Ильич нас учит, дорогой товарищ, что когда там будет последняя капля, вот хрен его знает. Вот это, он говорит, мы реально не можем предсказать. То есть, когда, говорит, вот этот долбанутый поп, говорит, народ повел к Творцу, говорит, вот, мы как бы предсказывали, что будет буча из-за этого, но что такая, мы не знали. И никто этого не мог предсказать, что вдруг, а вот в данный конкретный момент, сколько там до этого стреляли, резали, да? Было, блин, и по сотне человек, и по две сотни. Вот. То есть, ничего такого, это не то, чтобы первый такой разгон и расстрел в истории страны, а вот чтобы вся страна на уши после этого встала. Вот это первый раз действительно был. Да. Ну, говорит, ну, не знаю. Можно сказать, что в феврале, вот именно вот в этот день, вот все задолбаются в очередях стоять за хлебом. Понимаешь? Ну, кто мог сказать? Они до этого стояли и стояли, ну, максимум ругались. Может, кто-нибудь камнем в витрину кинет, блин, это максимум было экстримом, блин. И тут вдруг баг, блин. Нет, вообще царя не хотим. Да, но оно будет. Оно будет. Чаша терпения, это не бесконечно. Единственное тут, что, а тут есть опасения, не утилизируют ли они всех, понимаешь, к тому моменту, как чаша-то переполнится. Потому что они-то явно бдят, чтобы клиент не дергался и под кувалдой лежал нормально. Да? Никуда. Блин, ну, я говорю, у меня по поводу вот той видюшки, где кувалдой там в песках забивали кого-то, все, отпали. Все, блин, эти сомнения. Ну, то есть стиль работы сохраняется? Нет, оказывается, вот какой антифаншизм они там насаждали. Да, да, интересно. Они этим даже гордятся. Ну, что, товарищ, да, я думаю, что тут еще скажешь? Да. Да. Да, вот продолжим, да, вот финальный вопрос. Напишите в комментариях, товарищи, вот, если есть страна, в ней есть миллиардер, ему можно вот собственный эскадрон смерти забивать кувалдой, вот, при этом строить свои центры, какие-то тендеры там, заключения со школами там и прочее. Как вообще называется вот такой вот строй? Ну, фашизма в России быть не может, а просто буржуазная демократия, ну, вроде нет. Что-то не тянет. Вот что-то мне кажется, я не очень грамотный, я только учусь. Но не сильно на свободу какую-то похожую. Да, это не похоже на буржуазную демократию. Анархию тоже, потому что когда анархия всем такое можно. Вот, а тут можно одному конкретному, очень богатому типу. И у нас еще наклевывается еще парочка этих эскадронов таких же. А может быть? Уже один православный. С этим самым, блин, опять же, да? С Андреевским флагом на плече. Надо подпись еще к этому флагу какую-нибудь. Он благословленный. Например, там можно написать там это. Руа, блин, написать сокращение. Российские ортодоксальные ангелы. Вот, как бы будет. И Андреевский флаг. Отличный шеврон. Дарю идею вам. Православная ЧВК. А ЧВК-Вагнеру, что дарить идеи? Они и так переполнены всякими идеями. Я бы подкинул им пару идей. Но они огорчатся. Огорчать их себе дороже. Может быть, разным таким частным компаниям можно многое позволить. По той простой причине, что со стороны НАТО существует угроза реальная для страны. Да, да, да. Придут к нам, блин, эти натовцы. Будут тут людей кувалдами забивать, конечно. А ты слова им не скажи. Какие-нибудь еще эти язычники там эти скандинавские из ЕСа понаедут. Там все валькирии. Тут, блин, у нас долбанутые, как брейвик, блин. Тут тоже, когда людей стрелял, и что-то там про валькирии орал. Вот таких, блин, прикинь, понаехало к нам. Есть угрозы. И кто нас защитит? Только... Не, мы же помним Шварца, да? Чтобы защититься от драконов, надо своего собственного иметь. Да, ну, подумаешь, съест там несколько человек. А то в соседский дракон, блин, прилетел бы, ты тоже съел бы. Лучше ж, когда свой. Ну, вот. Во, может, это драконом его назвать? Нет, промеж себя. Хороший погонял и придумал господин дракон. Ну, подумать, обкатать на коллективе. Ну, вот. Что, товарищ, да, хорошо поговорили мы. Да, видите какие веселые новости, товарищи. Все хорошо. Антифашизм рулит. Зеленский симпатичный парень. Ни взоров не очень. Потому что болтун всего-то. Новая яшка. Ну, да. Наденет свой бантик черный. Перстенечки нацепит и сидит. Бархатный пинжак. Да. Свой этот наденет. Модный сидит. Да, сидит. Модный и жизни радуется. Да. Пригожин тоже. Лучше бы он в моду ударился тоже. Придумал бы себе какой-нибудь пинжак атласный. Он целое стартап-агентство сейчас открывает. Конечно, конечно. Целый центр. Там будет масса людей, которые за него это все придумают. Моду, блин, новую введут. На черепушку эту вагнеровскую все себе начнут нашивать. Отлично, отлично. Все отлично, блин. Отличные новости. Отличная беседа. Я, честно говоря, товарищи опять вспомнил про кувалду. Я на полном серьезе не ржу. Я что-то опять ее вспомнил. И у меня как-то я теряюсь. Давайте, наверное, будем прощаться потихонечку уже на сегодня. Что сказали, вы нам в комментах, главное, напишите, как наш режим теперь называется. Потому что мы, вот я говорю, мы в недоумении. Я хотел сказать полицейское государство, но потом подумал нет. Потому что к полиции вроде не имеет отношения наш сударь-барин, господин Дракон. Да, он сам себе на уме. Он сам себе полиция. Ну, ладно, что ж. Все, на этом стоп. Желаем господину Пригожину, чтобы его всякие губернаторы не обижали. Да, всякие агенты запада тоже. Давали ему строить центры, да. Чтобы всякие эти не издевались над его любовью к кувалдам. Всякие эти барзаписцы всякие, нанятые Ходорковским. Что? Ждем деноцификации, блин, окончательные. Вот уже кого-то на Украине, видишь, деноцифицировали. Прямо во вражеском логове. Короче, я говорю, ждем, товарищи, скоро в вашем дворе. Вот так вот. На этом, наверное, и закончим. Сказать-то по большому счету. Да, сказать в Польше ничего не хочется. Да. Все. Поэтому, хоп! Продолжение следует...